Господа, Евгений Пахомов нету? Хорошо. Миша и Андрей, мы сегодня будем знакомиться с аудиторией, и мы, конечно, приглашаем всех, но вы единственное, кто проявил желание и смелость. Я даже считаю, что вот я бы сдрефил, честно говоря, выступать так вот онлайн перед всей аудиторией, но мы вас подключим буквально через полчасика к нам, вы расскажете о себе, подготовьте небольшой спич, это совершенно от души, от никаких там ничего нужно, специальных слов, расскажите, кто вы, какие ваши цели, расскажите, с какого вы города, ничего, не страшно. Мы подставим вам какую-нибудь аватарку, если хотите, можно использовать, в принципе, вот этот слайдер в качестве основного ведущего, как будто бы это будете выговорить. А с камерой вообще было бы здорово. Вот, на самом деле, все, кто тоже может, кто, у кого есть гарнитура, у кого есть камера, да, да, с камерой вообще отлично. Мы вас просто увидим на экране и пообщаемся, как нормальная технология. И это вдохновляет людей, поэтому, тем более, что вы наши студенты, хочется знать, кто вы и хочется знать, какие ваши цели, что вы преследуете. Так что, вот, и еще, собственно говоря, Тихон у нас и Андрей Исаченко тоже провели желание, но пока их нет. У нас был случай, когда к нам подключился... А, есть? А, Андрей, извини, значит, я... Все, хорошо, ты есть. У нас был случай, когда к нам подключился Челябинск, и причем парнишка подключился... Сейчас, простите, я отвечу на телефон. Очень важный звонок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я к вам вернулся, был важный звонок. Осталось две минуты и стартуем. Также обращаюсь ко всем остальным, кто онлайн. Господа, подключите наушники, подключите микрофон. Мы вам дадим слово, и вы можете и презентовать себя. Это совершенно дружеское знакомство. Это ни в коем случае не какая-то там сверхзадача. Так вот, у нас был Челябинск, значит, студент суровый, как вы догадались, студент. Четыре часа разницы или пять с нами. Он работал через видеозаписи и работал на практике уже вживую, ну, синхронно с нами. Ну, и он провел смелость. И вот, значит, разворачиваться на полном экране его вебка. Он в бордовом махровом халате, значит, сидит за компьютером. И, собственно говоря, мы его встречаем. То есть, аудитория порядка 30 человек. И вот мы его встречаем. Он совершенно раскованный, независимый, только после душа, после бани. И вот он рассказал, что, какие цели у него, что и как. Это было эпично и очень запоминающееся. Так что, мы вас ждем. Мы вас ждем тогда, когда будем знакомиться и представлять друг друга. Это был привет. Субтитры сделал DimaTorzok Евгений Воробьев подключился. Тест. Как слышно? Евгений. Итак, начинаем. Господа, всех приветствую. Добрый вечер вам. Меня зовут Святослав, и я буду с вами, я надеюсь, полчаса, а не больше. Я себе все время обещаю, но потом меня захлестывает, и я говорю больше только по одной простой причине, потому что хочется сказать очень многое. История достаточно большая, история курса уже порядка 10 лет, и, наверное, уже в этом году осенью мы празднуем 11-летие запуска этого проекта. То есть в то время, когда в городе Харьков Барабашова был на пике своей популярности, когда здесь были местные какие-то разборки, мы уже занимались, гандитские, мы занимались 3D-графикой. Это выглядело практически как, ну, как какие-то космические аппараты, и мы ходили 3D-шники, как космонавты. Это был 2004 год. Вспомните, пожалуйста, где вы были в 2004 году. Вот прямо сейчас попробуйте прокрутить свое время назад, что было 11 лет назад. Вспомните свои фотографии в паспорте в то время, допустим, да, какими вы были. Это были времена, когда мы, что называется, выживали как могли. Но уже тогда была мая, и мы начинали экспериментировать. Конечно, это было еще не так серьезно, как это все сейчас происходит, но уже была группа людей, уже было 6 человек у нас, энтузиастов, и мы начинали учиться. Я был сам преподавателем этого курса, мы поднимали информацию со всех источников, где только могли. Уже был какой-то интернет, который подключался с таким писком и скрипом, помните, те модемы? Да, он звучал как музыка, потому что ты знал, что сейчас ты подключишься к сети, и что-то там произойдет. Были какие-то пару переведенных книг, были конференции в Москве, но тогда еще ивента не было, это были такие встречи, вот очень полурекламного характера от Autodesk, roadshow так называемое. И так далее, и так далее. По крупицам мы собирали программы, собирались люди, уже были практики, проекты, и все это эволюционировало и двигалось вперед. И на сегодняшний день это уже невероятный курс, выпустивший, я не знаю, тысячи человек, наверное, больше тысячи человек. Больше половины людей устроено где-то, где-то работает в 3D. Это самое высшее достижение, которое у нас, конечно же, есть. Люди, устроившие свои судьбы, устроившиеся на хорошие работы, занимающиеся великолепными проектами, достигающие в современном мире высокого уровня. И мы гордимся тем фактом, что мы были той платформой, той твердой основой, от которой они оттолкнулись, и той средой, где они взревали. Да, мы были вдохновением, да, мы были толчком. Мы не дали им, знаете, звезд сразу, они так не получаются. Но мы дали им направление, открыли им двери, да, и помогли им начать свой карьерный рост. Собственно говоря, для этого мы сегодня с вами и собрались, определиться с целями, поговорить о программе курса, непосредственно о конкретике уже нашей работы, познакомиться с преподавателями. К сожалению, сегодня не все, потому что некоторые в отъездах, они смогли прийти, но большая часть наших ребят здесь. Фомичок пришел. Да, Димка Фомичок будет читать у вас скульптинг. Проходите, пожалуйста, проходите. Да, вам остались только подоконники. Да, и вон еще там есть местечко. Собственно говоря, немножко истории. Значит, мы стартовали достаточно давно, мы работали вначале на базе университета в городе Харьков, потом мы ответвились и начали работать автономно, потому что университет – это совершенно негибкая коррумпированная структура. И в 2013 году мы получили от компании Autodesk лицензирование, то есть мы лицензировали наших преподавателей, нам дали лицензию как представителя авторизированного тренинга центра в городе Харьков. С 2013 года мы уже сертифицируем ребят, даем сертификаты, что в какой-то степени там дал нам авторитет, но вряд ли поменяло наше отношение и ответственное отношение к работе. То есть это всего лишь, так сказать, стало само собой разумеющееся, потому что мы действительно давали очень много Майя, и Майя была на высоком уровне полностью, весь спектр работы в Майя. Если вы понимаете, это программа очень широкого масштаба. Ну и, собственно говоря, что мы будем делать? Какие цели достигать? Я прекрасно понимаю, что вы сейчас на той стороне диалога, и вы люди, которые смотрят глазами полными любопытства. Безусловно, что у каждого есть свой опыт, представление, какая-то там какая-то своя картина мира, связанная с этой индустрией, и мне очень хочется, чтобы вы как можно ближе приблизились к этому, к этой деятельности и поняли, что это очень современно и очень развивающееся. Самое главное, я хочу вам как-то донести, убедить вас в том, что у этой индустрии огромный потенциал в будущем. Я все время провожу такой параллель, кинематограф 100 лет назад. Представьте себе, что вы живете в эпоху Чарли Чаплина, да, и вы еще носите воду ведрами и бросаете навоз лопатой, потому что это было, понятно, начало века, а мы с вами, понятное дело, в Украине. И, в общем, что? Тогда вам приходят и говорят, а давайте вы будете заниматься кинематографом, а давайте вы будете заниматься чем-то таким современным и новым. Если вы прогрессивный человек, вы схватитесь за это и будете двигаться дальше. А если вы, да, олдскул, скажете, да, это все ерунда, я вот как, мне и так хорошо, то тогда эволюция с вами уже сыграла злую шутку. Вот почему мы собрались. Потому что знания, современные знания, они являются самым ценным нашим достоянием людей, которые могут быть, особенно это касается молодых людей. Я вас хочу вдохновить, чтобы вы зацепились за этот курс и потратили свои усилия и время и, да, концентрацию на то, чтобы максимально выжить из нас, из него знаний и опыта. Смотрите, синие блоки – это блоки базового уровня. Это анатомия графики, 3D-графики. Это моделирование, это работа с UV, это работа с текстурами, да, рендеринг. Это анатомия. Самые фундаментальные знания, которые распространяются, в принципе, везде. Это базовая математика, это базовые вещи, их нужно знать всем. Даже если вы будете когда-нибудь заниматься анимацией, как профессиональной деятельностью, вы должны понимать, как строится сетка, что такое топология, как тянутся UV-шки, как тянутся текстуры, потому что это дополняет ваши знания. И наоборот, если вы моделируете, знания простых инструментов анимации позволят вам четко выкладывать сетку под аниматора. Знать, где гнется колено, как построить сетку под локтями, как сложно сделать подмышки и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти вещи дополняющие друг друга, поэтому программа полноценная сейчас, полная, потому что летом мы запускали только блок статика, относящийся только к моделированию. В этот раз у нас дополнен блоком анимация. Конечно же, мы делаем акцент на персонажной анимации, потому что в первую очередь это как раз применение в игровой индустрии, в кинематографии или в рекламном бизнесе. То есть мы работаем с вами в сфере медиа и энтертеймент. Это сфера развлечения и медийной среды. Это очень много вообще, на самом деле, огромное пространство, если вы ощущаете, как много вообще мест, где можно в будущем реализовать свои навыки и свои знания. Поэтому у нас персонажка идет акцентированная как то, что мы будем прорабатывать. Значит, между блоками, то есть новизной, вот в этом году, одним из таких новшеств, которые мы внесли, мы вставили между блоками больше перерывов, потому что мы заметили, что плотность информации достаточно высокая, да и жизнь у вас достаточно насыщенная. И ребята очень часто не успевают даже сделать практические задания в рамках курса. И потом, не освоив какой-то материал достаточно глубоко, мы уже прыгаем на новую тему. И остаются белые пятны, остаются непроработки. Мы решили этот вопрос как раз утрясти таким образом, чтобы сделать между блоками перерыв на выполнение остатков практических заданий и, конечно же, выполнение творческих работ. Вот эти серо-голубые блоки – это творческие задания. Это то, что вы будете делать по теме. Моделировать в полигонах, да, скульптить в ZBrush, делать какого-нибудь монстрика своего джульбасика. Потом общий, общий статический такой блок будет у нас заканчиваться, и вы будете делать какую-нибудь красивую реализацию статического проекта, то есть моделировать текстуры, рендер, свет. В прошлом году у нас была таверна. Надо было сделать таверну полноценную. Вот как кто ее видит, и очень классные были скетчи, классные работы были. Вот. Зеленые блоки – это блоки, расширяющие ваши знания. Это блоки, которые, может быть, не всем пригодятся, поэтому мы их сделали альтернативными. И, например, Concept Art, он, конечно же, включает базовый рисунок, то есть вы должны немножко рисовать уже перед тем, как взять этот блок себе. Обычно эта часть была в курсе, и это было, конечно, настоящее приключение, потому что, представьте себе, группа, состоящая на 95% из таких художников, как я. Ну, я фотографом стал, потому что, понятно почему, потому что так проще. Вот. Но когда мы рисовали каких-нибудь персонажей, и потом смотрели на эти лица, ну, мои слезы текли просто с глаз, когда я видел эту красоту вообще. Ну, такой. Вот. Поэтому мы решили, что мы не будем мучить никого, и Concept Art идет как отдельный блок, который можно, конечно же, взять, если вы это планируете. Углубленный скульптинг. Это блок, посвященный разработке персонажей. То есть мы будем работать с ZBrush. Очень плотно он, глубоко у нас в программе представлен. Одна из мощнейших программ по интуитивному моделированию, такому, да, выбрасыванию своих идей прямо в полигональную сетку. Очень современные, классные инструменты, причем сейчас проработанные в направлении Hard Edge. Такие жесткие ребра, всякие технические штуки. Парни наши, ну, просто вот эти роботы все. И это очень классно. И это будет браш, будет базовый, а потом его надо будет проработать. Вы можете заняться творческими заданиями, самостоятельно выполнять какую-то работу или пойти на углубленный с нашим каким-нибудь инструктором. Обычно это человек уже из среды, то есть из производственной среды, и он просто ведет вас по персонажу, который он делает. И вы проходите за ним шаг за шагом. Значит, я сейчас коснусь буквально блоков скользь, потому что к нам придет сейчас наш ведущий преподаватель Денис, и он расскажет вам еще все по пайплайну, потому что вся эта программа в какой-то степени включает в себя, в первую очередь, инструментарий от А до Я, да, что называется. То есть вы проходите всю линию производства. Это и дает как раз нашему курсу определенную ценность. Конечно же, научиться можно моделировать самостоятельно в домашних условиях, как-то. Можешь тут научиться дома по туториалам, это все прекрасно. Но сам курс, почему курс, это все-таки важно. Потому что знания в 3D-графике очень масштабные, не очень глубокие. Я бы по-хорошему вообще сделал там кафедру, три года, знаете, если бы мы были в нормальной среде. Ну, вы понимаете, о чем я. И мы бы учились полноценно от рисунка до хорошего мокапа, motion capture, да, снятия движений, хорошая анимация. То есть это полноценный трехлетний, пятилетний курс. Спрашивают онлайн, почему не мудбокс. Ну, дело в том, что мы стараемся опираться на инструменты, которые наиболее популярны в производстве. Мудбокс близок, но его развитие слабее, его развитие само вот как-то в прикладном приложении, оно слабее. Кстати, мудбокс был бы легче, просто спрашивают уже более такие технические вопросы. Мудбокс – это альтернативная программа ZBrush, и она очень близка по интерфейсу к Maya. То есть, конечно, было бы идеально их совместить. Но мы стараемся подбирать программные продукты, которые наиболее востребованы на рынке труда. Понимаете? Если бы мы были обычным университетом, мы бы вам сейчас, конечно же, преподавали философию и БЖД. Лишь бы вы терли штаны и ходили сюда к нам, и сдавали экзамены за откаты. Но мы являемся организацией, которая нацелена исключительно на то, чтобы дать вам ядро всего. Понимаете? Орешек, очищенный от шелухи. Самые практичные, самые современные знания. То есть, мы их прорабатываем. Если что-то не используется, мы это выбрасываем. То есть, оно угасает из-за морального устаревания или, допустим, из-за отсутствия поддержки. Огромное количество софта в этом мире есть. И как раз тот факт, что вы работаете на курсе, вы работаете системно, вы не изучаете лишнего. Вы берете, как бы, понимаете, структурированные знания, идущие шаг за шагом, самое, что ни на есть, концептуальное. Я вас хочу уверить, что изучив МАЮ, вот в этих блоках базовых, по-настоящему прогрузившись этим материалом, вам, в принципе, не останется, что учить с точки зрения графики. Ну, в таком, знаете, нормальном, адекватном понимании смысла этой фразы. Потому что, если вам нужно перейти на 3D Max или работать для какой-нибудь компании в Cinema 4D, вы это делаете просто, как если бы вы пересаживались с автомобиля BMW в автомобиль Mercedes и просто посмотрели, какие ручки там и какой там руль. Все абсолютно идентично. А математика, которая применяется в МАЯ, она лежит в основе большинства программ. И если есть максеры, которые задаются вопросом, почему МАЯ, эта баталия была божья. Это так было прекрасно. Какие были времена? На форумах были настоящие простыни, аргументации, почему Макс лучше МАЯ или Майя лучше Макса. Это были настоящие священные войны. Сейчас уже скучно, потому что все осознали, что специалист – это человек, не привязанный к программному продукту, он мастер, парящий над этим всем. понимающий все и готовый взять любой софт и через час уже работать в нем. Понимаете? Вот этот высший пилотаж. Майя – одна из глубочайших программ в мире компьютерной графики. Она разрабатывалась, во-первых, уже с учетом всех ошибок, набитых на Максе и других программах. Она писалась с нуля. У нее великолепнейшая архитектура. Нодовая сама структура программы легла в основу большинства других программ. Кстати сказать, если кто сталкивался, сейчас наша программа, курса, она исполнена уже точно так же, как исполнены ноды в МАЯ. Каждая из этих ячеек представляет собой какое-то свойство, какую-то ячейку хранения данных, связанных между собой и в совокупности, дающих общий результат какой-то. Любопытно, что изменения данных в прошлом через цепочку связей полностью корректируют результат. Представьте себе, что вы в 2004 году корректируете себе какое-нибудь прошлое, и сейчас раз, ваше будущее изменяется. Примерно так работает сама программа. Главное то, что... Главное то, что... Эта архитектура, которую мы изучаем, она лежит в основе множества других программ. Я уже повторяюсь. И вам потом, уже как профессионалу, несложно перейти и ни на Nuke, ни на MotionBuilder или что-то еще, что также используют нодовую структуру. Значит, дальше у нас начинается блок анимации. Да, он будет включать в себя, соответственно, работу с персонажкой. Она разбита на две части. На RIG, то есть на сетап, на настройку персонажа и на саму анимацию. Когда мы этого настроенного персонажа уже заставляем двигаться, строить ему ключи, работать с кривыми. Там множество различных инструментов. Реагирующая анимация, нелинейная анимация. Там очень много всяких слоев. Ну, то есть, представьте себе, это настоящий мощнейший инструмент. Мы будем с ним работать. Аниматоры очень востребованные люди. Да, я вам скажу, и Денис придет и даст мне соврать, что количество проектов на сегодняшний день в разы превышает людей, которые способны с ними работать. Голодание специалистов огромное. Потому что расширяется, индустрия расширяется. Это, наверное, единственная еще пока сфера, где столь динамично еще двигаемся мы вдаль. Знаете почему? Потому что это высокотребовательные математические сцены, и они требуют ресурсов, они требуют хорошего железа. А железо отстает от программирования и отстает от ресурсов, которые есть с точки зрения софта. Поэтому чем мощнее мы будем получать компьютеры, тем дальше мы будем разрастаться. И пока что торможение даже не намечается. Понимаете? Мы просто с вами немножко в среде, где эти процессы не ощущаются столь динамично. Мы решаем сейчас вопросы с газом, с выборами, кто какие списки показал. Понимаете? Нас втягивают в это. А на самом деле мир живет и бурлит гораздо прогрессивнее. Мы его догоняем. Это нужно признать. Но мы уже здесь, и мы уже делаем шаг вперед. Это означает, что завтра, послезавтра, летом, мы летом заканчиваем в июне месяце, вы уже подадите резюме в хорошую какую-нибудь западную кампанию, и уже в июле вы будете сидеть у себя на рабочем месте, скупые слезы, радости, и у вас будут течь. И вы будете вспоминать 1 октября 2015-го, уже какого-то старого забытого года, и Святослава, который стоял на презентации и убеждал вас со слезами на глазах точно так же. Господа, осознайте реальность и поймите, что это ваше будущее. Это исключительно ваше собственное реальное будущее. Потом мы заканчиваем анимацию, немножко постпродакшена в конце. Денис познакомит вас с нюком. Это очень большая сфера, то есть ее сложно присовокупить сюда, как отдельный блок. И после чего мы заканчиваем курс, переходим на выполнение такого последипломного проекта. Он выглядит в виде обычного видеоролика. Мы всех подталкиваем сделать его. и постараемся, чтобы вы уже начали эту работу в принципе посвяного года, то есть рисовали уже свои сценарии. Это небольшой ролик, 30-40 секунд, но там уже видно всю вашу работу, там моделирование, там текстуры, свет, анимация, камера. Все это должно быть в одном месте, отрендерено, озвучено и закончено. Поэтому уже сейчас я вас настраиваю на серьезные дела, серьезную работу. Дима, привет. Хорошо. Это вскользь, господа. Мне сейчас практически нет возможности расписать все детали и все, что будет происходить на курсе. Он очень насыщенный и очень насыщен информацией, поэтому, конечно же, придется много работать. Вот так это выглядит в таблице. Это все есть на сайте. Кому не лень, можно потом зайти и прочитать все подробно. Блоки, которые... Это основной базовый блок, стоимость указанная. Это из сайта я просто скопировал. И блоки, которые дополнительные, они идут по отдельной стоимости. Стоимости, поверьте мне, вообще смехотворные по сравнению с мировым рынком образования. То есть это стоит там... Добавьте просто нолик справа, и у вас будет примерно стоимость курса в Соединенных Штатах Америки. Ну или где-то вообще современного курса. На полном серьезе. Просто помониторьте. То есть это программа дополнительных курсов. Как мы будем работать? Как мы будем достигать своих целей? Мы работаем пять раз в неделю. Никаких компромиссов. Мы работаем полноценно. А потом, когда заканчивается блок, у нас получается перерыв, и там уже можно выдохнуть и подогнать хвосты. Понедельник, среду, пятницу у нас идет начитка материала. Лекции. По вечерам с половины седьмого до половины десятого мы транслируем вам знания. Вы не пишете, ничего не делаете. Вы просто внимательно слушаете преподавателя, как можно больше сконцентрировавшись на логике. Потому что видеоконспект у вас будет уже через час. Нет смысла ничего записывать. После того, как вы попытались освоить этот материал, на следующий день вы его же, этот материал прорабатываете на практическом занятии. Практические занятия проходят в домашних условиях с 12 до 21. Команда поддержки, целая группа людей работает с вами, отвечает на ваши вопросы и помогает решать ваши проблемы. Вы не застряете на каких-то мелких галочках, каких-то инструментах. Вы выполняете работу, и эта работа, когда она закончена, она чекается. Ставится чек-ин, ставится галочка о том, что вы эту работу выполнили. Сдача, зачет. Значит, все работы, практически занятия, задания, и ваши работы выкладываются на специальный борт Trailer.com. Там чуть попозже будет его скриншот. И там вы видите, что делает ваш сосед. Вы видите, что делаете вы. Вы сравниваете, вы конкурируете. Вам ставят комментарии. То есть, это еще место общения, немножко соревновательности, немножко демонстрации. И вот так проходит практика. Обратите внимание, что в течение 9 часов вы можете заниматься практикой с нашей поддержкой. Это решило одну из самых больших проблем всей педагогики. Разницу уровней, темпераментов и усваиваемости. Есть люди, которые быстро реагируют. Есть те, которые хотят подразобраться, почитать и все медленно и спокойно сделать. И если вы располагаете временем, вы можете копаться во всех нюансах инструментов столько, сколько вам угодно. И при этом вас никто не будет видеть и говорить, ну вот посмотри, он пошел там F7 нажимает, ха-ха-ха. Ну, знаете, как это бывает, когда молодые и борзые, и опытные хихикают на теме, кто первый раз включил компьютер. Ну, бывает такое. Поэтому это все отсутствует. Вы спокойно работаете дома в четверг и во вторник. Пятница – это тоже лекция. Часто она представляет собой какие-то выводы, какое-то подведение каких-то итогов. По поводу оплаты я сейчас онлайн просто спрашиваю. Я сейчас все отвечу вам. Значит, так будет проходить это наше расписание. Вот наши будут лекции. Значит, вы работаете на лекции. Лекции все записываются, автоматически выкладываются на Google Drive. Понятное дело, у вас доступ по e-mail. Вы можете совершенно спокойно просматривать их в любое время. То есть, видеоконспект вам будет готов. Ну, и у нас так называемый синхронный тип обучения, когда есть очная группа, есть группа дистанционного обучения, которая находится во всем мире и подключается к нам в то же самое время. Подскажите, в каком виде проходит взаимосвязь во время практических занятий? Это проходит через… Вы прямо предваряете мои слайды. Всегда на шаг впереди. Формат обучения – практика. Значит, практика проходит в двух видах. Как я уже говорил, вы делаете по нашим сценариям. Это PDF-ки, в которых шаг за шагом расписано, что делать. Понятное дело, что вначале это такие детсадовские тексты, а потом они все больше и больше раскачиваются, становятся все более взрослыми, когда уже просят тезисно объясняются какие-то занятия. Через месяц уже, через месяц, я вам просто обещаю, вы будете моделировать все. Вот все, что в вашей голове есть, вы все сможете воплотить в жизнь, потому что интенсивно и инструментарий изучается очень быстро. На Trello вы выкладываете свои работы, а в Skype у нас будет свой собственный чат нашей группы. Там у нас, конечно же, флуд, там у нас ссылки, там у нас все-все-все. И наша служба поддержки находится постоянно онлайн. То есть вы можете персонально задавать им вопросы, можете в общем чате задавать вопросы. То есть вот в этом бурлении, диалога мы отвечаем на ваши вопросы, нас будет много. И все ребята будут работать с Trello, с каждой группой людей. Вот так это выглядит. У каждого, видите, своя доска. И вот PZ13, PZ14, PZ15, я так хаотично вырвал. Таких досок у нас там уже не один десяток. И это, конечно, это невероятное зрелище, господа. Как-нибудь мы сделаем даже целый презентационный фильм радость и слезы наших практических заданий. Потому что это, конечно, шедевральные вещи иногда появляются. Ну вот, например, видите там сверху. В общем, так выглядит PZ, так вы будете его делать. И вот так оно будет проверяться. А Skype будет основным пространством для диалога и флуда. Конечно же, я хочу сказать еще, наверное, такой нюанс. Скажу все-таки, что много ребят из России учатся у нас, поэтому политические вопросы мы не поднимаем. Мы надсистемно работаем, не касаемся этой темы, потому что это вопрос все равно олигархов, которые там что-то решают. Мимо нас мы находимся как бы в такой аполитичной среде, где эти вопросы в принципе лишние. Если у вас чешется там зуд какой-то, да, патриотический, несите его на другие форумы, там куда-то там еще. Но в целом это будет пресекаться однозначно. То есть не с той стороны, не с той стороны никаких вопросов по этому поводу мы не будем поднимать. Ну это понятно, мы все взрослые и умные люди. Так. Дальше. Значит, инструкция по всем этим вопросам будет отправлена вам на e-mail, потому что через e-mail мы будем контактировать с вебинарами, на e-mail будет присылаться вам доступ на Google Drive, ваши актуальные e-mail должны быть у нас. Поэтому либо через регистрацию, либо через форму, я думаю, что так все уже давно произошло, и на e-mail в этот, прямо до понедельника вы получите в ближайшее время все инструкции, как, куда подключаться, что делать. В принципе, вот это время до понедельника, до 5 октября, оно не является свободным. Это подготовка к занятиям. Вы должны зарегистрироваться на всех наших ресурсах, которые связаны с учебой. Поставить программное обеспечение. Как и как ставить, это все мы вам расскажем. Дело в том, что для нас, как для учебного центра, компания Autodesk выделяет учебные лицензии, и вы их устанавливаете совершенно спокойно, указав нас, как учебный центр, как учебное заведение. И регистрируйтесь в качестве полноценного студента. То есть наши ребята вам все объясняют и помогут поставить софт без проблем. И самое главное, чтобы у вас были актуальные e-mail. Если у вас что-то не происходит, значит, что-то с e-mail. По поводу оплаты меня уже спрашивают, я уже отвечаю. Значит, весь курс стоит 995 долларов за 100 занятий. Если вы там заметили, там было указано, 100 занятий у нас будет. Это чистые лекции и практики, которые будут до июня месяца. Где-то в конце июня мы заканчиваем. Это связано с тем, что у нас еще будут творческие задания, блоки. Мы все время будем поддерживать, работать с вами. То есть это не означает, что если у нас по графику занятия, поэтому мы вам скажем, вы что не видите, мы обедаем. Такого никогда не будет. Любой ваш вопрос всегда будет принят во внимание, вне зависимости от того, в период вы учебного процесса стучите или не в период. Так повелось у нас. И здесь такая атмосфера, понимаете, все время. Можно платить частями, но суммарно это немножко дорожает курс. Группа поддержки, да, группа поддержки, в принципе, работает в основном только во вторник и четверг, но в течение 9 часов. Хотя в чате могут ребята появляться и отвечать на вопросы вот в таком уже, как бы, внеформатном состоянии. Собственно говоря, на этом мои простые слова заканчиваются. Я уверяю вас, что мне бы, конечно, я мог бы развернуть презентацию, но мы не можем это сделать по целому ряду причин. Я вас приглашаю, конечно же, в индустрию в первую очередь. Я хочу вам еще раз сказать, что при открытии дверей шаг вперед может изменить вам по-настоящему изменить вам будущее. Вы будете работать с великолепными проектами. Причем реализация этих знаний совершенно широкая. От собственной студии, от фриланса до каких-то хороших должностей и проекты все увеличивается. И любая компания, абсолютно любая компания всегда ищет сотрудников. Всегда ищет 3D-шников вот в широком смысле. Потому что в течение вот этой программы, поблочной, которую я вам здесь представил, вам нужно определиться, что вы будете делать потом. Конкретно уже. Куда вы будете углубляться. Потому что это десятки профессий. Это как если вы учили медицину, анатомию, а потом стали хирургом ну или патологоанатомом. Тут уже зависим. Понимаете? Это можно реализовать в моделировании. Можно работать со светом. Можно стать хорошим аниматором. Это все на сегодняшний день востребовано. И мы дадим вам самые практичные, самые прикладные знания, которые можно применять уже сразу. Некоторых талантливых людей уже выдергивают со середины курса на свои проекты и уже можно зарабатывать буквально через пару месяцев учебы. На полном серьезе. Делать какие-нибудь болванки, делать какие-нибудь реквизиты и так далее, и так далее. Все. Я готов ответить на ваши вопросы. Слушаю. Так. 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 Прекрасно. Отвечу на ваш вопрос. Вернее, чуть-чуть и повторю. Значит, молодой человек спросил о графике работы, потому что неделя работа, а неделя свободная. Так вот, у вас, к той неделе, когда вы будете свободны, у вас уже будут три видео лекции с полноценным курсом, который вы пропустили. И вы просто садитесь, с утра берете чай и начинаете работать с нашими лекциями. Так, как работал Челябинск, так, как работают ребята, которые вне часового пояса. Они работают асинхронно. А практические задания вы точно так же выполняете и точно так же в вторник-четверг пишете свои вопросы. И на них отвечают. Но вам, конечно, нужно ускоряться. Это делать, получается, двойная работа. Вот в эти две, да, за девять часов одного дня вам нужно сделать две практических занятия. Но, смотрите, я не хочу, чтобы вы линейно на это смотрели, потому что муштра иногда не приводит к результату. Ваша цель освоение навыков. Если вы ощущаете, что вы работаете уже, да, вам не нужно рутину какую-то протрясать. То есть, если вам стоит задание выполнить там, да, какую-нибудь локацию, там, дерево ветвящееся, да, и там двадцать веток, сделайте две. Но поймите как. И поверьте себе, что вы запомнили это уже на всю жизнь. И все, вы можете идти дальше. Потому что главное изучить принципы, механизмы уже, я уверен, вы потом подтянете. Значит, онлайн ускорректирую ответ. Молодой человек спросил, что у него работает, у него работа такова, что целую неделю он не может учиться, он занят, а вторая неделя у него свободна. Это никак не касается никого из нашего курса. то есть это индивидуальный ответ, индивидуальный вопрос. Хорошо. Не слышно микрофон, да, из зала? Конечно, спрашивайте, пожалуйста. Да. Пару лет. Да. В любое время. Вы можете ее выкачать к себе на компьютер. Конечно. Да, без проблем. Пожалуйста. Прекрасно. Персонажка, да. Я вас успокую. Значит, повторю ваш вопрос для онлайна, что молодой человек спрашивает о специфике работы в геймдеве. Значит, дело в том, что наш ведущий преподаватель Денис Куприянов в принципе из среды геймдева, то есть человек работает в плариуме, уже несколько лет и он вам будет рассказывать это 100%. Плюс такие вещи, как углубленный курс по ZBrush. Мы тоже, как правило, приглашаем ребят из геймдева, потому что они там более-менее реализуются. Это тоже плюс ко всему. То есть, у вас есть доступ к телу преподавателя. Вы можете пытаться с ним взаимодействовать на этот, на предмет от этого вопроса. И все равно, уверяю вас, не изучив анатомию, до специфики вы еще не доберетесь, вы ее не почувствуете, не поймете, потому что если проводить аналогию все-таки с медициной, вы же не можете отличить тонкость хирургии глаза до тех пор, пока вы не изучите в принципе, что это такое. То есть, на начальном этапе вам нужно прорабатывать безусловно самые базовые вещи, а потом уже вы к этому подойдете сами. Тем более, что наши ребята все из геймдева в основном. Да, пожалуйста. Какие еще вопросы? Я сейчас заодно слежу за онлайном. Ну да, вопросы студии не слышны, но, к сожалению, если мы включим, у нас будет эхо. Ну попробуй подкрутить микрофон. Да. Я понял ваш вопрос. Значит, это вопрос, который очень многие беспокоит. И я вам скажу вот что. На сегодняшний день хороший специалист не ищет работу. Он сидит у себя в кресле и просто выбирает ту компанию, которую ему по душе. Либо там, где больше денег, либо там, где ближе ездить, либо там, где больше перспектив. Станьте специалистом. Вам вообще не нужно будет волноваться по поводу каких-то, понимаете, каких-то какого-то трудоустройства. Поверьте, все зависит от портфолио. Абсолютно верно. Это самая голодная среда. 3D-шники. Они очень широкого, понимаете, пошива. Это могут быть вейфиксеры. Это могут быть постпродакшн, можно работать с мокап, можно работать с ключевой анимацией. Понимаете, очень много. Мы подходим, мы же шаг за шагом будем двигаться к этому, маленькими ступеньками подниматься. По сути, учить алфавит, чтобы потом начинать сочинять произведения. Представьте, что вы учите японский язык. Давайте я вам сейчас приглашу Харуки Мураками, пусть он вам проведет лекцию на японском. Да, это будет юмор просто. Поэтому вы должны изучить простые базовые вещи, простите, для того, чтобы потом, естественно, уже реализовать это мастерство. И у нас, смотрите, конференция есть, допустим, мы являемся ее организаторами, конференция по 3D-графике, вот она сейчас придется 7 ноября в Харькове, которая называется Нода, да, как вы понимаете, лежащая в основе всего. И туда, как правило, приезжают ребята из разных городов, люди, которые открывают студию. В прошлом году на Ноде у нас был 95-й квартал. Они открывают мощнейшую студию на более 100 вакантных мест, да, с поиском сотрудников. Причем, с дрожащими руками они приезжали и говорили, дайте нам специалистов. Я говорю, забирайте. Понимаете, вам нужно доказывать, здесь нету, вы не можете никого купить, вы не можете никого там через дядю Васю там продвинуть себя. Это индустрия коммерческая, вы должны показать, что вы будете выгодны компании, что вы мастер. Но самое главное, на что смотрит любой HR, любой компания на потенциал. покажите им потенциал. Вы можете быть зеленым новичком, но если вы раскроетесь и он вас поверит, все, вы поймаете свою волну. Ваша портформия не должна быть звездной. Все понимают, что вы начинаете. Но если оно будет каким-то, знаете, талантливым, а таланты это иллюзия, это работа, таланты это работа. Прорабатывайте на курсе все детали. Я вас уверяю, что вы не будете нуждаться и когда-нибудь вы даже скажете «Боже, дайте мне свободу, я не хочу больше работать». И это чистая правда. Какие еще вопросы из онлайна? Добрый день. Могут ли пригодиться знания 3D Max в изучении майки? Я имею в виду, насколько болезненным может быть интеграция с одного 3D софта в другой. Спасибо. Но, в принципе, экзорцизм не нужен для того, чтобы вывести знания Макса и начать с нуля. Уверяю вас, что вам будет очень помогать знание Макса для работы с Майей. Очень. То есть, вы буквально почувствуете, что терминология вам вся знакома. Это означает, что лекция у вас уже будет понятна сразу на 90%. Потому что, когда терминология еще непонятна, обычно человек очень теряет связь и потом ему приходится прорабатывать эти материалы, эти детали. Поэтому, Виталий, уверяю вас, что Макс, да и вообще любой опыт, фотография, рисунок, лепка, вообще любой творческий опыт, это однозначно та помощь, которая будет вам в будущем лишь поддержка. Очень популярный вопрос. А нужно ли уметь рисовать, чтобы работать в 3D? Вопрос совершенно замечательный. если у вас нет опыта рисунка, вы начинаете работать, что называется, на костылях. Вы подставляете референсы, инструменты позволяют вам делать качественную работу. Какой-то уровень вы сможете покрывать, но когда-то вы упьетесь в потолок, когда вам уже не хватает тонких моментов, не хватает деталей каких-то, например, пропорции анатомии, анатомических пропорций. И тогда вы почувствуете, что вам нужен рисунок, чтобы пройти классические вещи, или там светотени какие-то. И вы берете тот курс рисунка, который вам нужен прямо сегодня для вашей работы в 3D. Вам не нужно учить репина и как рисовать там, допустим, пейзажи. То есть вы это проскакиваете. Понимаете, вы берете рисунок прикладной, прикладной и нарабатываете руку под свою профессию. В этом даже есть какое-то определенное удовольствие. То есть вы оптимизируете знания, художественные знания под свои прикладные задачи. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, для персонажа нужна анатомия. Да. Ну, в данном случае я же говорю что смотрите, базовые вещи по рисунку вам, конечно, нужно осваивать где-то в художественной школе, которая занимается базовым рисунком. Но я рекомендую этим заняться после того, как вы хорошенечко намоделируетесь. Подставите референс, потому что в компании, хорошей компании, есть концепт-артист, он готовит вам рисунок, вы по нему моделируете. И вы синхронно с ним выполняете вот эту работу, детальную работу. Если вы пойдете дальше и уже будете креативить по вопросу персонажа или какие-то локации, тогда этот рисунок будет дополнять вашу работу и вы уже будете расти. Но придите к этому вначале. Если вы сейчас начнете хватать все, а сейчас такое желание появится, вы почувствуете, как вот здесь у вас мозг начнет прям физически расширяться. Потому что количество знаний, информации бешеные. Вся терминология сейчас свалится на вашу голову. Новые я просто вспоминаю свой стресс. Когда я сижу в 12 ночи пол первого и начинаю раскрывать вкладки обычного полигонального какого-то примитива. Я понимаю, что этот примитив состоит из сотен различных характеристик. Сотен! Я понимаю, как я это все запомню. У меня был колоссальный депрессняк по этому поводу. И я вообще хотел заняться продавать соленья или пойти на Барабашова, потому что но слава богу я этого не сделал. И потом стало понятно, знаете, это как просветление. Ну вот как в буддизме на полном серьезе. То есть вы вначале накачиваете, накачиваете, а потом раз и вы как бы уже вне матрицы, как нео останавливающей пулей. Вот на полном серьезе вы начинаете понимать, что все эти свойства они означают вот это. В конце концов, если вы что-то не знаете, у вас есть хелп, чик, посмотрели, а, ну да, понятно, функция такая-то. Там невозможно изучить все и запомнить. Это вы себе не представляете, это просто космический корабль. Мы изучаем принципы, функциональность всего этого, мы изучаем ядро, а потом оно загорится, заведется, и вы станете специалистом. Так все функционирует. Так, вопрос от Виктории прям как на этом, да, передаче «Что, где, когда». Спрашивают телезрители. «Подскажите, пожалуйста, набор студентов проходит раз в год или несколько раз в год? Сейчас, допустим, на этот курс я не смогу попасть. Как долго мне ждать следующего набора?» Совершенно жизненный вопрос. Отвечают специалисты. Значит, что касается наборов, мы будем в феврале, мы три раза в год набираем команду и... Привет. Три раза в год скажешь что-нибудь? Эх, зря, тебе есть что сказать? Три раза в год. В феврале будет новый набор и потом летом будет набор на статику, то есть без анимации, неполный курс. Февральский набор, конечно же, где-то в конце февраля, в середине и в конце февраля. Да, можно стартовать. Но, вы же понимаете, мы живем с вами во время, когда почва зыбкая и все шатается под ногами. Поэтому этот курс стартует. Мы с вами уже собрались. Это гарантированно. Мы доведем его до конца. Февраль я обычно очень аккуратно с обещаниями, то есть мы сделаем все возможно, чтобы он стартовал и новые ребята вошли в этот мир ECG. Так что добро пожаловать, Виктория, тогда, когда вам удобно. Хотя моя рекомендация не тратить время, не терять время, потому что оно очень быстро пролетает. И это самая главная мотивация, которую вы должны использовать. Есть еще какие-то вопросы у вас? Слушаю вас. Конечно, я давайте мы просто тут просто это тоже холивар, там GeForce или там GeForce 100%. Давайте мы эти параметры просто как-то отправим в e-mail всем. Хорошо? Потому что ну смотрите основное хорошая видуха какая-нибудь 990 там или 980 А? тут вот видео видеокарта это ваш комфорт взаимодействия с программой. То есть это в первую очередь ваш отклик программы. Здравствуйте. поэтому если возьмете карту какую-нибудь из разряда более профессиональных но они там уже сигают за 1000 долларов по стоимости то вы гарантируете себе комфорт на какое-то время. Дальше. это хороший процессор потому что потом будет рендеринг и рендеринг надо делать быстро иначе ваши нервы тоже не выдержат. Какой-нибудь i7 то есть опять же очень хорошо ускоряет процесс взаимодействия процессора и основной информации да и программного обеспечения ssd диск. значит вы ставите твердотельный диск ssd в качестве ведущего и вас все летает ну там 6-8 гигабайт минимум оперативной памяти то есть ну это полторы тысячи долларов реально компьютер который ну который классный но у нас учебные проекты господа учебные у нас не будет здесь мы не будем делать сцены наполненные там большими какими-то серьезными полигонами то есть у нас учебные будут проекты они будут тянуться даже на и пятом и на более простых компьютерах которые у вас есть то есть поверьте мы справимся главное понять какие цели а параметры мы отправим тогда более-менее всем на e-mail расскажите подробнее про бесплатную неделю обучения правильно понял ваш вопрос бесплатный недельный курс значит все очень просто мы живем во время когда никто никому не доверяет когда при любом возможности да когда ты видишь что человек очень простоват да то так и хочется его там обмануть мы живем в такое время даже кефир сейчас может быть просроченный мы все время смотрим на дату понимаете к сожалению поэтому конечно же для того чтобы не убеждать никого в в том что этот курс это ваш это серьезно это очень глубоко мы просто даем возможность посмотреть всем изнутри посмотреть на этот курс поучившись на нем в течение недели и вот в пятницу на конечно на с 5 числа получается 10 число до 10 числа вам нужно принять уже окончательное решение ну как-то так ничего сложного да пожалуйста ваш вопрос единственная книга которая была издана да которая уже на сегодняшний день про сути представляет собой библейское такое явление это уважаемый и великолепный Сергей Цыпцин со своим бестселлером но там мая 2007 и как вы понимаете вам придется вот эти вот ну там принципиально конечно же многие вещи остались но будет ли вам комфортно подтягивать уже попахивающую нафталином информацию к современным интерфейсам и нужно ли это если у вас будет здесь нормальный поток лекции у вас будут последние современные более-менее ПЗшки которые прорабатываются под ну под вас тем более онлайн боже мой вы живете в век интернета быстрого где видео можно смотреть в стриме вы себе не представляете какой кайф вообще когда мы начинали учиться это было просто ну это была боль понимаете поэтому золотое время господа золотое не потеряйте его не стоит посмотрите важно понять что вам нужно это дополнить но уверяю вас если будете учить инструменты руками вы гораздо быстрее будете продвигаться чем читать книги чтение одно из самых неэффективных способов обучения как это ни странно да одно из самых эффективных знаете какое сдача проекта с кровавыми слезами уже через два дня а у вас только вот начало вот за эти два дня это называется экспресс курс и это самое самое драгоценное что может быть ну это правда есть еще вопросы какие-то вопрос такой углубляясь в детали скажите ретопология объекта будет изучаться в основном блоке zbrush или в дополнительном блоке zbrush ретопология будет изучаться в основном блоке конечно же наш усиленный да или расширенный блок zbrush посвящен только тому чтобы сделать персонаж от начала до конца под руководством под руководством нашего инструктора знаете вот прям ну вот вообще вау-эффект потому что это и мотивирует и помогает и как-то вот прокачивает но все безусловно самые базовые фундаментальные вещи по брашу будут изучаться на три недели у нас посвящено брашу Дима Фомичев кстати вот он здесь был убежал он будет на него отвечать на эти вопросы и за него отвечать за вас отвечать я посмотрю время потому что мы должны не выбиться из графика у нас смотрите по плану значит сейчас знакомство да а потом у нас после перерыва будет розыгрыш трех сертификатов 300 долларов на обучение трем человеком и вы можете попробовать выиграть на самом деле это очень приятное чувство я уверен что вы сидите и думаете да нет зачем мне это нужно я более серьезный человек но когда начинается розыгрыш сердце невольно начинает биться я думаю что мы 100% дадим им возможность потратить эти деньги как-то либо на другом курсе либо где-то еще договоримся как вам комфортно но однозначно все участвуют в розыгрыше последняя последняя версия 16 мая будет да у вас что-что зебраж тоже да 47 совершенно верно если будет что-то выходить новое будем ставить будем ставить и будем работать мы стараемся держать максимально актуальный софт потому что это от нас требуется господа я к сожалению не могу ответить на все вопросы давайте еще по поводу дополнительных материалов с оплатой тоже до 10 числа нужно определиться нет все блоки которые вы хотите взять дополнительно можно оплатить прямо перед началом этого блока единственное что там она они немножко дороже понятное дело мы мотивируем заранее все кто заключает договора сейчас и берут эти расширенные блоки у них там вообще смешная цена получается так сказать оптовая называется а те кто берут позже там буквально до 50 долларов дорожание всего лишь на все поэтому вы можете принимать решение по дополнительным блокам прямо перед самим блоком когда вы уже будете понимать нужно вам это или нет самый главный ответ я заканчиваю свой доклад господа я вас всех еще раз приветствую в стенах нашего курса в стенах нашего центра и у нас будет перерыв вы можете пообщаться в непринужденной обстановке в 8 часов там у нас есть кофе и печеньки заготовлены для вас после перерыва розыгрыш и Денис Куприянов выступит уже с докладом по пайплайну он пройдется по всей индустрии он расскажет что, где, как применяется то есть мы как бы расширим вам этот путь курса от начала и до конца сейчас я хочу предоставить слово нашей Ане она займет роль преподавателя на моделирование она поддержит нас как раз на теме нервс моделирования и полигонов она скажет пару слов да, всем привет я буду первую неделю будет Денис который будет позже чуть-чуть вот первую неделю да, первую неделю будет Денис я буду его держать потому что она сейчас упадет у меня меньше голова вторую, третью когда у нас будет моделирование займу я вот, но это будет моделирование в майке мы займемся полигонами и нервс то есть скорее всего сначала это будут нервс кривые на и нервс поверхности да, а потом мы займемся полигональным моделированием в принципе мы начнем с самых основ то есть первую неделю это будет чистый интерфейс майя вот как там как там что настраивается где все включается чтобы не было никакой паники вот а уже дальше когда мы включимся в работу мы уже начнем что-то непосредственно моделировать каких-то маленьких персонажиков какие-то маленькие штуки и так далее ну в принципе там уже ваш креатив дальше идет начинаете креативить что угодно время очень классно именно вот эти первые две недели потому что у вас очень нестандартно когда вы приходите ну я не первый раз читаю поэтому знаю что когда вы приходите у вас очень креативные такие вот мысли у вас нет каких-то шаблонов что ну вот это вот там стул значит вот там надо нервс моделировать сейчас здесь кривая здесь то вы просто вот чувствуете что вам сейчас вот нужно это смоделировать у вас есть там куб и у вас есть космическая программа в которой вы сейчас начнете это делать получается очень классно И если на этом этапе вы не останавливаетесь, вы продолжаете заряжаться вот этой вот классной атмосферой того, что что-то получается, у вас очень классные штуки потом получаются. Поэтому, как бы, очень круто, очень советую в это время развиваться, не отчаиваться, не пропускать как-то, не пугаться и так далее. Вот. Ну, а потом Денис опять... Нет, потом, как вам кажется, у нас ZBrush будет, да? Вот, у нас будет ZBrush, там будет вообще космос. Ну, и дальше опять Денис. Таким вот образом. Так что, да. Есть какие-то вопросы по этому поводу, может быть? Нет? Ну, в общем, да, всех жду, будет весело. Да, правда, будет. Вот. Так, окей. Привет всем. Меня зовут Фомичев Дима, и я преподаватель блока ZBrush Instrumentary. Почему в этот курс включен ZBrush? Потому что это та программа, которая позволит вам сделать то, что нельзя сделать в Май или в Максе. И почему именно ZBrush? Вы все видели фильмы «Аватар», «Пираты Кривского моря» или еще, или играете в игры такие, как... «The Last of Us» или даже «ЖТА», неважно. Подход в 3D-скаутинге или 3D-лепке один и тот же. И программа ZBrush даст вам возможность реализовать это. И, собственно, вы после того, как будете знать, как моделить уже какие-то простые формы, или уже непростые, все зависит от вашего скилла, вас просто... Я буду вливать информацию по скаутингу. И вы поймете, что это вот просто другая вселенная, это космос полный, потому что он... Подходы в скаутинге очень сильно отличаются от подходов стандартного моделирования. И у вас будет просто такой вот аж заряд того, что «Ух ты! Это можно еще и так делать!» Ну, просто я уже вижу ваши светлые лица, которые сейчас что-то от нас хочут. То же самое будет, когда вы первый раз перейдете на ZBrush, я вас уверяю. И вы откроете для себя много-много всего очень интересного и нового. И, как показывает практика, люди, которые поступили на курс, такие, типа, «Я хочу идти в GameDev», как сегодня уже прозвучало. И они такие, типа, «Вот я буду моделировать только лоупольки, 5-10-е». Потом они сталкиваются с проблемой, что я делаю лоуполь, и кто не знает, это с низким полигонажем, там, где мало четырехугольничков моделька. Когда я делаю лоуполь, я хочу, чтобы она была красивая. И это как раз-таки даст вам ZBrush, сделать из лоупольки что-то красивое достаточно. Вот, собственно, как-то так. У нас на ZBrush выводится 3 недели, то есть это 9 занятий. И 6 PZ-шек. И, в конце концов, будет креатив. Целых 2 недели креатива для вашего портфолио, чтобы сделать что-то интересное. И, к слову, к этому всему, когда я делал креатив, я уже работал на… Я эти же курсы проходил, майские 9-месячные. Меня уже после креатива, я набил портфолио, вот как раз-таки на креативе, и меня забрали в контору. К слову, от трудоустройства, кстати. И плюс ко всему, вы видите, что, повторюсь, как Света Слава говорил, что курс стоит действительно очень мало. И по секрету скажу, что стоимость курса – это примерно полторы, иногда две зарплаты нормального 3D-шника. Иногда просто одна зарплата или ползарплаты. Так что делайте выводы, все зависит от вашего скилла. Но признаюсь, что я отбил с двух зарплат весь курс, когда он был в мое время. Это в 2013 году. Так что добро пожаловать. Ждем на курсе. Вначале начнем знакомство. Начнем с нашей аудитории. Я прошу вас сюда, вот на мое место. Тут светло и камера. Чтобы вы сказали о себе. Кто вы? Какие ваши цели? Что вы хотите достичь? Расскажите то, что хотите. Ну не знаю, какой у вас компьютер. Пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Здравствуйте. Меня зовут Саша. Я на данный момент такой не совсем обычный тоже молодой человек. Дело в том, что я студент, работающий студент. Ну и еще и отец молодой. И поэтому, ну как, я окончил четвертый курс университета, получил диплом бакалавра и договорился устроиться на производстве инженера. То есть, ну думаю, хотя бы попробовать работу по специальности, чем это обернется. Ну, вот год я уже работаю. Сейчас готовлю магистрскую работу дипломную. И я понимаю, что как бы инженер, ну немножко не то. То есть, там тоже есть 3D моделирование и потом с 3D модели ты делаешь плоские чертежи. Но я понял одно, что когда, пока я себе делаю 3D модель, какой-то там детали, какую-то там потом сборку делаю. Мне интересно, я горю. Но когда я начинаю оформлять чертежи, мне скучно, простановка этих размеров. Я их очень часто теряю. Много очень замечаний, там, начинают слесаря, там, вызывать меня, говорить, о, почему ты здесь размер не поставил, как мне его выточить? Ну, в общем, но больше всего меня огорчает то, что, как бы, то, что получает инженер, я не могу содержать свою молодую семью. На данный момент. И, в общем, сюда я пришел заниматься любимым делом, от которого меня будет реально переть. И, как бы, иметь возможность нормально развиваться в том, что мне интересно. И, да. Спасибо. Кто еще, господа? Да, поближе. Нормально? Всем привет. Меня зовут Саша. Я из города Луганск. Буквально год назад мы сюда переехали с своей семьей, также с новорожденной дочерью. Короче говоря, жизнь научила... 16 лет жизни, которая заняла обучение в школе, в университету. Вот. Но ничему полезного, можно сказать, не научили. Ну, а сейчас нужно искать профессию, да, и выбирать профессию, которая пригодится в любой точке мира. Вот. Потому что, ну, у нас, так сказать, это научило. И дало такую хорошую пену. Вот. Два раза пытался уже начать обучение, но, увы, не удалось. Как бы, там были... Лень, с одной стороны, с другой стороны, там, финансовые, как бы, попытка экономии. Ну, экономии. Сейчас понимаю, что экономить не стоит. Вот, реально. Время бежит, и это так и есть. Это я самый главный мотиватор. Вот. Я, если буду проходить не полный курс, а только моделинг. Ну, в принципе, и все. Вот. Рад знакомству. Надеюсь, большинство из вас будет в нашей группе. Вот. Кто следующий? Так нормально? Всем привет. Меня зовут Юля. Я студентка, еще не работаю. Студентка Хгадзи. Ну, может, кто больше знает, Худ Прома. Вот. Учусь на специализации промышленный дизайн. 3D-моделированием. Ну, занимаемся там в проектах своих непосредственно. Ну, в мае, в мае, в максе не работало, только в солиде. Вот. 3D-моделирование нравится. Вот. Буквально с первых нажатий и кликаний мышки, как только запустился Solidworks. 3D-макс. Вот. Ну, то есть, это достаточно интересно. Честно говоря, персонажкой никогда не интересовалась. И интересоваться начала буквально, когда пришла первый раз сюда, не так давно, на лекцию 3D-макс. Ну, бесплатные там две недели были. Вот. И начала смотреть, как это все происходит. Ну, достаточно интересно. Не все. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Саша тоже, как бы, треть уже. Работаю барменом. Совет по жизни своих детей от общепита. Любыми средствами отговариваются. Вот. Как бы пришел уже возраст такой, что надо думать дальше, что дальше. Естественное направление с лет 14-ти увлекался компьютерными играми, компьютерной графикой. И захотелось мне взглянуть именно конкретно на игры изнутри, скажем так. Этим летом пошел в одну известную, скажем так, в Харькове Академию компьютерную. Но немного не по той специальности. Там общий дизайн. И вот сейчас, как бы, интересуюсь, хочу сменить конкретно на то, что мне интересно. Конкретно персонажное моделирование, скульптинг, анимация. Вот пришел посмотреть. Собственно, в принципе, пока вполне доволен, интересно. Хотелось бы все это почувствовать, пощупать изнутри, как оно будет дальше. Чего, собственно, всем нам желаю. Добрый вечер всем. Меня зовут Дима. Я заканчивал Иниаска Разина. Совершенно иное направление. Отличающееся от программистов, от моделеров вообще. И не имеющее ничего общего с 3D. Вообще, я сама идея увлекся в 3D довольно давно. Где-то, ну, сами идеи начинали появляться уже года три назад. Но подошел к этому более близко. Где-то полгода назад, начинав с блендера. 2.74. Кое-что выходило. Завел страничку на арт-стейшене. Некоторые творения там можно посмотреть любительские. Ну, это все любительское, конечно, дело. Но решил пойти на курсы, потому что хотел реализовать себя более профессионально. Ну, в общем-то, все. Всем привет. Меня зовут Маша. Я студентка 2-го курса университета радиоэлектроники. У меня есть старший брат, который с раннего возраста посадил меня на компьютерные игры. Слава богу, в них сейчас я не играю, но очень хочу участвовать в их создании. Поэтому я здесь. Всем спасибо. Всем привет. Меня зовут Оля. Я учусь сейчас на 5-м курсе худпрома. Но специально за это также промышленный дизайн. Я поняла, что высшее образование — это не совсем полезная штука. Поэтому я здесь, потому что надеюсь, что мне тут дадут знания, так как у меня есть творческие идеи, возможности, и хотелось бы их реализовывать. Также я немножко сама изучала ZBrush, и в реализации проектов наших академских работала в SolidWorks. Вот. Все. Всем добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Я занималась архитектурой. После первого курса перевелась в университет радиоэлектроники. Вот сейчас учусь там. Тоже с детства люблю компьютерные игры, и хотелось бы свой потенциал реализовать именно в геймдеве. О курсах я знаю достаточно давно. Уже хотела пойти, но возникли материальные трудности. В этом году все получилось, и вот я здесь. Будем здесь с вами учиться. Спасибо. Один из слов онлайна. Онлайн готов. Господа, возьмите микрофоны. Кто первый? Напишите, пожалуйста, в чат, кто готов. Мы вам дадим сразу, включим микрофон. Мы можем, в принципе, включить всем сразу. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Здравствуйте. Меня зовут Тихон. Для друзей Тиша. Я учусь на информатике в Кнушевченко в Киеве. А моделированием и 3D я решил заняться, потому что где-то полгода назад у меня появилась идея о собственной короткометражке. Я, в общем, очень люблю кино, в особенности короткий метр, и мне хотелось бы снять какой-то собственный маленький мультик, ну, может быть, потом большой. Так что, в принципе, для меня этот курс – это как, не знаю, какой-нибудь путь к мечте, что ли. И я надеюсь, что после окончания этого курса у меня появятся хоть какие-то навыки, которые, понятное дело, придется еще совершенствовать, которые мне помогут с достижением моей мечты. Всем спасибо. Еще кто-нибудь из онлайна хочет пообщаться? Спасибо. 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 Не могу. Сейчас есть. Меня слышно? Не слышно ничего? Слышно? Да, слышно. Всем привет. Меня зовут Феликс, и я уже закончил почти курс по 3D-графике, который начался в феврале 2015 года. Что бы я хотел сказать? Я тут чуть-чуть записал. Во-первых, уже говорили, что насчет цены и насчет то, что вы будете изучать всю линию пайплана. То есть, если сейчас в производстве все узконаправленно, ты приходишь в какую-то студию искать работу, и там один человек занимается одним. То есть, например, моделя или аниматор. То есть, здесь за эти деньги, ну, ты учишь как бы все. Тебе рассказывают полный курс вообще обо всем. Если взять там... Ну, то есть, цена соответствует качеству. Вот то, что я хотел сказать. Если взять цены по анимации... Я вообще пошел на этот курс, потому что меня заинтересовала анимация. И, ну, я полностью доволен вообще. Хотя у меня были трудности большие с обучением, потому что я уехал в Китай в конце, как раз на начало анимации. И у меня были проблемы с интернетом, там еще что-то. Но ничего страшного, я наверстал как бы упущенное. И вот сейчас готовлю дипломную работу. До конца октября мне ее нужно сдать. Вот. Что еще? Хотел бы сказать, что после курсов очень сильно открываются глаза на многие вещи. То есть, вот я дважды ездил в Китай. Первый раз я поехал в Китай. И после того, как приехал обратно на Украину, я поучился на курсах. Поехал второй раз. И вау! У меня вообще открылись глаза на многие вещи в плане мультфильмов, мультипликаций, фильмов вообще. Вот. Это все, что я хотел сказать. Я хотел всем пожелать удачи и удачи в решении. Потому что я думаю, это стоящее решение и стоящее обучение. Вот. Пока. Игорь Негода, я сын. 15 минут, потом розыгрыш сертификата на обучение, и потом Денис Губриянов. Продолжаем. У нас есть наш студент, и у него есть к вам спич. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я являюсь студентом мая курса 2014-2015 года. 3D-графикой начал интересоваться довольно-таки недавно, буквально два года назад. Спустя год у меня выявилась возможность все-таки заняться на этих курсах, которые я пришел после того, как мне друг порекомендовал их. Насчет курсов информации довольно-таки очень огромное количество, поэтому времени свободного практически не будет. То есть, если во все это вдумываться, делать все практические занятия и понимать, что ты делаешь. Дать себя добавить, учите все, потому что потока информации очень огромное количество. Это довольно-таки хорошие курсы за столь скромные, я не знаю, может кому-то это большие деньги, может кому-то маленькие, может, ну, все решать вам. Тем не менее, аналог таких курсов стоит довольно-таки большое количество, можете даже посмотреть. Вот Москва, там, Питер или что-то в этом роде. Так что, занимайтесь, учитесь, все будет в перспективе. Спасибо. Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас мы проведем долгожданный розыгрыш скидочных сертификатов номиналом 50, 100 и 150 долларов, которые вы сможете использовать как для оплаты этого курса, так и для оплаты любого другого курса, благо выбрать есть из чего у нас. Условия конкурса были простые. Нужно было просто состоять в группе 3D Maya, сделать репост закрепленной записи, собственно, вот этой вот, которую вы сейчас видите, и присутствовать сегодня здесь, очно или онлайн. Итак, начнем. Будем это делать с помощью простого приложения. Random. Да, и сразу хочу сказать, что странички боты участвовать в розыгрыше не будут. То есть, если мы сейчас его выберем, то мы сертификаты им вручать не будем. Давайте, у вас есть пару минут. Ну, тогда вы можете попытать свою удачу на следующем курсе. Ну что, начнем с первого сертификата номиналом 50 долларов. И это Светлана Узких. Так. Света... Света здесь. Она нам написала в вебинаре. Это судьба. Поздравляем вас, Светлана. Итак, второй сертификат номиналом 100 долларов. Это Миша Ефимов. Из Пскова. Отпишитесь, пожалуйста, если вы здесь. Не вижу, что это я. Миша. Не пишет нам Миша. Был? Может, он зашел. Давай что? Свяжемся с Мишей позже. Свяжемся с Мишей позже. Но он был с нами, да. Он писал, да? Писал. Нет его. Нет его. Михаил Ефимов. Да, все, он с нами. Он где-то, наверное, просто пошел пить чай и не слышит. Хорошо, все. Миша, мы тебя поздравляем. Отправляем тебе подарить наши эмоции. Все, Миша с нами. И мы разыгрываем сертификат на 150 долларов. Та-дам! Это Женя Николенко. Колинка. Кто это? Кто это? Выходите к нам. А как будете делать вообще? Пожалуйста, выходите к нам. Вы вдвоем, да? Поздравляем вас. Ну вот и все, собственно, все сертификаты разыграны. Победителей поздравляем. А кто не выиграл, не расстраивайтесь. Розыгрыши будут проводиться еще на следующем наборе. Так что... Спасибо. Я передаю микрофон Денису тогда. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Ну, надеюсь, меня слышно. Добрый вечер. Меня там сзади слышно. Я немного приболел, поэтому буду говорить тихо. Я могу себя добавить в колонках. Сейчас лучше? Нет? Раз-два, раз-два, раз-два. Ну, окей. Сейчас, момент. Запустим эту штуку. Прекрасно. Еще раз, здравствуйте. Меня зовут Денис. Я на курсе буду читать, ну, первую неделю, собственно, с понедельника я с вами. А потом мы с вами увидимся на создании UV-разверток, на визуализации и на постобработке, собственно, компози. Я компьютерной графикой занимаюсь с 2009 года примерно. За это время успел много чем позаниматься, начиная от моделинга, немного было анимации, фриланс, разные студии. То есть какой-то опыт есть. Собственно, буду с вами им делиться в меру возможностей. На данный момент работаю в одной студии, довольно-таки большой, в отделе, которая занимается визуальными эффектами и созданиями видеороликов рекламных, собственно, Cinematic Team. Нереально интересное занятие. Я надеюсь, что с кем-то из вас увижусь впоследствии в качестве коллег. Было бы очень круто. Сегодня я вам расскажу, чем конкретно вы будете заниматься вместе с нами на курсе. Светослав уже говорил, что наш центр обучения является сертифицированным центром обучения Autodesk. И при успешном завершении обучения вы получите сертификаты от компании Autodesk, что вы, собственно, что-то знаете, что-то умеете. И на самом деле это хорошо. Хорошо в той степени, что, ну, за рубежом, по крайней мере, подобные бумажки играют огромное значение. Ну, у нас тоже потихоньку нарастает, но в нашей стране и в соседних куда большую роль играет ваше портфолио, ваше умение, ваш опыт. Тут не надо душой кривить, собственно, бумажка не поможет, если вы ничего не умеете делать. Поэтому надо колбасить, колбасить, учиться, учиться и учиться. Все, что мы будем вам рассказывать, даже май, нюк и так далее, это всего лишь инструменты, им нужно научиться пользоваться. А для этого нужно себя подбивать пальцы, как молотком, да, и пока вы этого не сделаете, у вас ничего не получится. Поэтому каких-то волшебных вещей не бывает, не существует. Я начну издалека. Давным-давно, очень давно, первобытные люди пытались запечатлеть движение в наскальных рисунках. В Испании в пещере Альтамира был найден вот такой замечательный рисунок с кабаном, у которого есть несколько пар лишних лапок. И, собственно, человеки пытались таким образом изобразить бегущее животное. Позже, 5000 лет назад, были вот такие вот штуки найдены. Это такой глиняный сосуд или чаша с прыгающим, ну, пусть это будет козел, через куст какой-то. И при вращении этой штуки у вас создавалось ощущение движения. Вот у нас есть фазы анимации, да, это какие-то совсем-совсем ранние попытки сделать анимацию. Также были найдены всякие, огромное количество подобных изображений, которые демонстрируют действия. То есть человек очень-очень давно пытается создавать кино и мультики. Прыгаем вперед, очень сильно. 20 июня 1877 года во Франции инженер-самолучка Эмиль Рейно представил публике первый Проксиноскоп. Это такая довольно странная штуковина, отдаленная напоминающая проектор, в которой он с помощью, собственно, уже какого-то композа и монтажа демонстрировал цветные анимационные мультфильмы. Он это сделал в 1892 году, то есть там была статичная картинка с задником, да, и еще одна пленка накладывалась уже с анимационными персонажами. Я немножко запущу, посмотреть как это выглядит, только потише сделаю. Вначале есть, вот таким образом выглядел этот девайс. И вот, собственно. По-моему, Пьеро или кто-то там петь песни. Ну, через три года братья Люмьер изобрели кинематограф. Его штука начала постепенно терять популярность. С горя он выбросил свое изобретение все. Ну, собственно, на этом история закончилась. Первопроходцем, давайте, наверное, тоже запущу в процессе. В создании спецэффектов стал Джордж Мелесом. В начале 20 века он начал применять техники, которые до сих пор используются при создании фильмов, начиная от каких-то двойных экспозиций, монтажа и так далее. То есть, вот, 1902 год. Я думаю, все видели эту картинку с Луной, в которой застрял возле 20 снаряд. Нет? Хорошо. Окей. Первый анимационный, это даже был не мультик, это был сериал про... Он, собственно, вот так вот и выглядел, про динозаврика. Был создан в самом-самом начале прошлого века. А потом появился Волт Дисней. И все очень сильно изменилось. Все, что было до него и все, что стало после него. В 28 году Дисней выпускает первый звуковой мультфильм «Пароходик Вилли». И, собственно, мы видим Микки Мауса. В 31 году Волт сделал первый цветной мультфильм «Цветы и деревья». Это была короткометражка, которая приносит ему Оскар. В 37 году, все же видели «Белоснежку и Сингномов». Первый в мире полнометражный анимационный мультфильм. Он побил все рекорды, все, которые только были на тот момент, по кассовым сборам и очень сильно продвинул студию Волт Диснея. К 30-му году уже функционировало огромное количество студий, в том числе в Голливуде, некоторые из них по сей день функционируют. В кино же все ходят. Хорошо. Более 100 лет художники приводят линии в движение и погружают нас в колоссальный, невероятный мир кино, анимации и мультиков. Обалдеть. 37-й год. Пойди сейчас так заанимируй. Не так давно компьютерная графика пришла в кинематограф. Это произошло действительно не сильно давно по меркам всей истории развития. Самый один из серьезных первых шагов был в 1982 году 15 минут чистой компьютерной анимации в фильме «Трон». «Новый трон» наверняка почти все видели, да? Но это, собственно, ремейк фильма 1982 года. Вот кусочек кадра из фильма из этого. А Денис, говорят, вы знаете, лично самого Цыпцина. Господи. Да, знакомый чуть-чуть. Ладно, давайте онлайн. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу позже. Хорошо. В 1989 году «Бездна» – один из первых проектов, над которым работает будущая гигантская компания Industrial Light & Magic. Это ребята, которые впоследствии сделали «Звездные войны», сделали «Хоббита», «Пиратов Карибского моря», «Властелина колец». Что они еще делали? Можно долго-долго, на самом деле, перечислять. «Гарри Поттера» они делали. То есть это было, скажем так, основание. В 1991 год, та же студия Industrial Light & Magic сделала 47 революционных по тем временам CGI сцен для «Терминатора». Стив Уильям сказал, если бы мы не сделали «Бездну», мы бы не сделали «Терминатор 2», тогда бы мы не сделали парк юрского периода. CGI-технологии были отброшены на 5 лет назад. В 1995 год, Pixar совместно с Disney выпускает первый в мире полностью компьютерный полнометражный мультфильм «История игрушек». Просто прорыв, революция. И все это компьютерная графика, именно то, чему мы будем учиться, чем мы будем заниматься. Итак, давайте на примере области разных применений и на примере производства полнометражного целостного, финального, завершенного уже проекта посмотрим, как именно мы будем учиться. Собственно, наша программа обучения, несмотря на то, что она основывается на требованиях сертификации компании «Автодеск», мы ее немного подредактировали под реалии, да, и она, собственно, двигается поэтапно, так же, как создается любой анимационный проект. А это вам немножко для затравки. Очень-то тихо. Надеюсь, онлайн там не огонь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, онлайн жалуется, что у них видео поток немножко подтормаживает. Можно ли будет оставить ссылку? Да, мы под видео потом ссылки все выложим на видеоматериалы, которые будут в докладе, не переживайте. Окей, как же делается вся эта красота? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Это очень-очень условно. Естественно, у каждой компании, у каждой студии есть какой-то свой пайплайн, свой процесс, который вырабатывается, собственно, с опытом, со временем, да, с приходом каких-то новых технологий, но в целом он везде примерно похож. Его условно можно разделить на таких три больших-больших блока. Это препродакшн, подготовка, собственно, к проекту, к производству, непосредственно само производство, продакшн и постпродакшн. Это финальная сборка, композ, покраска, добавление 2D-эффектов и, собственно, вывод и прокат в кино, выход на телевидение и так далее. Давайте разбираться, как это все работает. Итак, препродакшн. Пожалуй, самая-самая важная часть любого проекта, если здесь провтыкать, проигнорировать, то процентов 80-90, что ничего у вас не выйдет. Как правило, эта часть занимает, ну, по-хорошему, должна занимать процентов 40-50 времени всего производства. Тогда все должно быть в порядке. От идеи в Storyboard рисуется раскадровка комикс, который демонстрируется коллегам или фокус-группе. Из этого потом делается аниматик, который озвучивается, как правило, самими же работниками студии. И дальше все это отдается дизайнерам, которые начинают придумывать и прорабатывать уже детали. Понятно, у нас есть идея. Окей. Дальше. Рисуется что-то типа раскадровки. Раскадровки могут быть очень разными. Здесь пример, собственно, пиксаровский. Это у нас Incredible, да? Да, они суперсемейка, все верно. Это очень крутая раскадровка, вот мега. Сначала делается раскадровка грубая, да? Каких-то больших кусков, больших сцен. Потом каждая сцена дробится на более маленькие сцены и так далее. И в итоге вы получаете огромное количество иллюстраций, картинок, собственно, которые дальше будут режиссер использовать и художники. Собственно, вот, каждая сцена подробненько разбивается. Вот так вот выглядела раскадровочка на тачке вторые. Все видели тачки вторые? Кто не видел, надо обязательно сегодня прийти и посмотреть. Если это необходимо, под картинками обязательно пишутся комментарии, что происходит и так далее, если это не очевидно, собственно, из изображения. Затем, на основе этой раскадровки ее складывают в маленький небольшой анимационный фильм. Вот это все озвучивает. Выглядит это примерно вот так. Ну, не примерно, вот так вот. Биллгадки я, тоже надо посмотреть. И в финале вариант. В соответствии финала с тем, что мы получили здесь. В этом этапе на раскадровке уже все планы были выстроены, примерное движение камеры было понятно, ракурсы были понятны, тайминг примерно понятен, да. И он практически не изменился уже до финальной картинки. Это крайне-крайне важно. Могут быть более сложные штуки. С применением уже какого-то 3D. Коварку. Третий жилет человек. Продушение. Старка. Ну, и так далее. Я думаю, и так понятно. Хорошо. Когда все это утверждают, всем все нравится, вступают художники, дизайнеры и скетчеры. И начинают подробно прорабатывать персонажей. Вот примеры, собственно, самых первых набросков для тачек и уже какие-то финальные картинки и финальные рендеры. То есть это уже совсем то, что ушло в мультик. Они могут быть очень разными. Вот, собственно, примеры из Brave. То есть начиная от каких-то вот таких вещей, да, заканчивая более сложными, детализированными и 3D-модели. Хоббит. Воли. Все воли видели. Хорошо. Игры по тому же принципу. Fallout. Собственно, на этом препродакшн заканчивается. Дальше приступаем к работе. Layout. Здесь разрабатывается окружение и продумывается, собственно, мир, в котором происходит событие. R&D. Тесты. То есть отдельно, специально всегда должно выделяться время на какую-то подготовку. Как правило, в больших новых проектах, да и в небольших тоже, очень часто попадаются задачи, с которыми вы еще не сталкивались, и нужно попробовать потестить. Да, там вот нужен какой-то необычный взрыв. И человек, который будет делать этот взрыв, ему выделяется отдельное время, он сидит и делает тесты, да, придумывает, как бы это получше сделать. Или там нужна какая-то штука, кислота, которая разъедает там какую-то где-то решетку. Да, Лех? Окей. И все это тестируется. Затем моделеры моделят. Текстуровщики, как правило, не как правило, а бывает так, что они же моделеры, текстурят. Потом ригеры, сетаперы настраивают персонаж, да, вставляют в него кости, вставляют в него мышцы и готовят для анимации. Так что потом аниматор мог взять этого персонажа, просто дергая за какие-то штуки, да, полностью сосредоточившись на творческом процессе, заниматься анимацией. У нас чаще всего это ригер-сетаперы и аниматор, это один и тот же человек. VFX, создание спецэффектов, освещение и рендеринг, визуализация, собственно, создание из трехмерных сцен, двухмерных изображений, которые мы потом с последовательностью определенной, например, 24 кадра в секунду, будем представлять в виде мультика, либо фильма, либо ролика. Концепты и лейауты. Классный пример. В Pixar есть специальные люди, которые ездят по миру и собирают референсы для будущих проектов. Например, когда они делали Рататуй, была команда, которая целый год тусила по всяким французским ресторанам и смотрели, рисовали кухни, как выглядит, фотографировали это все. А для Воли там ребятам меньше повезло, потому что ребята на мусорках в основном тусовались. Для Тачек, вторых, была проделана сумасшедшая работа. Если вы не всматривались специально, весь мультик пропитан автомобилями, то есть весь мир, в котором они живут, состоит из частей автомобильных. Собственно, английская королева и герб у нее тут два Rolls-Royce, один с гривой типа лев, а второй единорожек у нее тут торчит, вот, собственно, штука там вот за спиной, хорошо видно. Крыши здания крепятся на болтах специальных. У нас здесь фары, радиаторные решетки, выхлопные трубы в соборах и так далее. Они эту штуку назвали clarification. То есть вам на подсознание заставляют поверить в том, что вот в этом мире живут автомобили. Да, у нас замечательный такой вот радиаторная решетка здесь, рессора под мостом снизу. Видно? Поршни автомобильные как основание для моста и так далее. Огромное количество деталей. Ну вот, собственно, проработка Нотердама. Опять-таки, радиаторные решетки, автомобильные свечи, выхлопные трубы. О, эту штуку они назвали Big Bentley. Собственно, вот вверху значки Bentley. Опять-таки, вместо, ну, на циферблате у нас колесо. Колесо также присутствует, да, в эфилевой башне. Вот Big Bentley со стороны. Вот так он выглядел. Вплоть до каких-то каменных штук, да, в них тоже есть силуэты автомобилей. Или, собственно, опять-таки, концепты для и лояуты, разработка лояутов для игр в данной ситуации это Fallout. Окей. Затем дело доходит до моделирования. На данный момент ни один моделлер, наверное, не обходится без программ скауптинга. Собственно, с Димой вы уже познакомились. Он вам будет рассказывать, как это все делается. Вы будете месить полигоны и вертексы, превращая их в крутых персонажей, вот простеньких штук, да, поэтапно, добавляя детализации, делая крутые модели. Дело это будет происходить в ZBrush. Есть огромное количество софта, в котором можно делать подобные вещи. Это может быть Modbox, Autodesk, тоже, как и Maya, да. Они отлично взаимосвязаны. Можно быстро туда-сюда модельки тягать. На самом деле ZBrush тоже можно. Есть 3D Code. Разработан у нас в Украине прекрасный софт. Они первые придумали отличный алгоритм ретопологии, который потом попытались повторить ZBrush, но у них уже вроде как спустя 3 года начало что-то получаться. Хотя мы додумались первые. Это было круто. Действительно круто. Пока круче нет. Есть Scalprix. Он абсолютно бесплатный. На данный момент принадлежит той же компании, которая ZBrush. Можете его скачать на сайте Pixalogic, поставить себе даже на планшет, что-то там поиграться, поскалптить и так далее. Их огромное количество. Но ZBrush пользуются все. Он более популярен. Он на 3 головы мощнее, чем тот же Modbox в плане скауптинга. Я сейчас не говорю про текстурирование. В плане скауптинга круче ничего нет. Им пользуются VataDigital, который сделали Аватара. Что они там еще делали недавно? Вот вышло что-то совсем крутое. Ну, в общем, много всего. Sony Animation Pictures, Zitem Hughes. Развалилась уже. Industrial Light & Magic. И игровая индустрия работает по тому же принципу. Делаются высокодетализированные офигенные модели, а потом уже упрощаются. Собственно, вот таким вот образом выглядит скауптинг. Это у нас Last of Us кусочек. Аватар. И так понятно, что это. Замечательные товарищи. Это вот игровые модели. Вот таким вот образом выглядят на этапе моделирования. После того, как они сделаны, идет процесс ретопологии. Потому что на выходе, когда вы все налепили, модель получается очень тяжелой. Ее невозможно нормально анимировать. И нужно ей сделать новую сеточку. Которая просто поверх старой рисуется. А все деталюшки запекаются в виде специальных текстур. Которые дальше будут переносить информацию о рельефе. Информацию о цвете, о бликах, отражениях, под поверхностном рассеивании. И так далее, и так далее, и так далее. Делать мы это будем в ZBrush. И непосредственно в мае. Собственно, еще с 2014 версии. Там появился отличный инструмент, который позволяет делать это великолепно. Полностью контролируемо. Очень удобно. После того, как модель у нас есть нормальная, вменяемая, анимируемая, ее разворачивают. То есть снимают с нее шкурку. Это нужно для того, чтобы на трехмерную модель натянуть двухмерную текстуру, которую вы будете рисовать. И либо прямо по модели, либо в Photoshop, либо где-то еще. То есть мы будем делать выкройку. Прямо вот брать, разрезать, делать швы и разворачивать нашу геометрию. Поскольку у нас уже есть, почему рисовать, дальше идет этап текстурирования. Опять-таки, его можно делать в огромном количестве софта. Начиная от совсем олдскульного варианта, когда мы исключительно пользуемся только Photoshop, заканчивая какими-то крутыми полуавтоматическими штуками, типа Quixel, Substance Painter, либо совсем злая штука Marie от компании Fandory, которая позволяет делать совсем невероятного, огромного разрешения текстуры, которые потом используются в кино. Ну и, собственно, непосредственно текстурирование. Только для кожи человека нам нужно минимум пять текстур, чтобы она выглядела хоть как-то маломайски вменяемо и приятно, реалистично. Окей, есть модель, есть явишки, есть текстуры. Все красиво, аккуратно. Дальше приступаем к ригу и сетапу. И затем к анимации. Тоже маленькая затравочка. Это игровая пациент для игры RIM. Не RIM, а как его? Как она называется? Не помнишь? Да-да-да, Вознесение RIM, что-то в этом духе. Как-то тихо, да? Но я не попаду там. Собственно, это уже анимация. Видите, вокруг персонажа огромное количество всяких штук. Эти штуки нужны для того, чтобы им управлять. Демонстрация, да, настройки персонажа. Ну да, вход до таких вещей. Так, видимо, Майя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей. Ну, это была такая злая анимация, да? Совсем суровая, кровавая. Естественно, есть огромное количество проектов очень няшных, милых и крутых. Мультяшных. Сейчас. С одной мультяшкой работаем. Слошное удовольствие. И я буду шутить за мою свою руку. Я быстро промотаю, потому что довольно долго. Видите, да, варианты стори-борда, да, и потом анимация, собственно, опять-таки, весьма точно воспроизводится с тем, что изначально было суждено на этап пре-продакшен. Окей. Также есть технологии, которые позволяют захватывать движения с реальных людей, животных и так далее. У нас есть друзья, которые вот в Москве хвастались тем, что снимали макап с, по-моему, верблюда и медведя. То есть они приперли медведя к студию, навешали на него вот кучу датчиков и заставили там что-то делать. Это круто. Это весьма круто. То есть выглядит это следующим образом. Вас одевают в такой вот костюм, в котором нереально жарко. Навешивают на вас огромное количество всяких белых светяшечек. И потом вы, собственно, играете роль. И с вас снимается анимация, которая переносится уже потом на персонажа. Ее, безусловно, потом нужно будет чистить, дорабатывать, но, тем не менее, это значительно ускоряет процесс и анимацию делает более реалистичной. Окей. ВFX, спецэффекты. Ребят, я вам показал, да, этапы вот в таком строгом-строгом порядке. На самом деле это не так. Иначе бы процесс растягивался на много-намного лет, как иногда и бывает с фильмами, большими какими-то проектами. Тот же Аватар пять лет делали. Большинство из этих процессов идут параллельно. То есть начинают моделить, да, у нас есть очень грубые болванки персонажей, они там что-то делают, уже есть примерная анимация. ВFX уже начинают думать, как они будут делать эффекты, да, начинают этапы R&D. Освещение тоже уже можно начать настраивать, да, и так далее. То есть огромное количество процессов делается вместе, параллельно с друг другом. Хорошо. В чем можно делать спецэффекты? Собственно, вот примеры разные. Понятно, далеко не все. Программное обеспечение, в котором можно делать всякие крутые штуки. Это Maya, естественно. RealFlow. Крутая программа, которая позволяет работать с жидкостями, твердыми телами, частицами, дымами и так далее. 3D Max. Cinema 4D. Великолепная штука, которая такая палочка-выручалочка для моушн-дизайнеров. То есть вот такой классный тандем. Она не слишком сложная, при этом позволяет работать очень быстро. FumeFX, работа с частицами Blender, естественно, бесплатная штука. И я так большими буквами посередине, Goudini. Это такой мутант, комбайн, который позволяет сделать абсолютно все, что угодно. Вот вообще. Но есть несколько нюансов. То есть какие-то совсем простые вещи, возможно, в нем не стоит делать, потому что это будет вот так. Это попытка выстрелить из пушки по воробью. В то же самое время, когда вам нужен абсолютно полный контроль, и вы четко знаете, что вы хотите получить в конце, Goudini незаменим. Он используется повсеместно в киноиндустрии, в рекламе и так далее. У нас яркий представитель Goudini VFX сидит в углу скромно и улыбается. Окей. Что такое VFX? Это любые спецэффекты, любые разрушения, взрывы, туманы, вода, огонь, бегущая толпа, зомби, пытающиеся забраться на стену. Это тоже спецэффекты. Окей. Снег. Симуляция. Симуляция жидкостей. Собственно, вот. Хорошо. Освещение. Крайне важная часть производства, потому что плохим светом можно загубить очень классные модели, классную анимацию. И в то же время посредственные вещи сделать очень интересными, артистичными и так далее. На курсе мы, естественно, будем рассматривать освещение. В самом начале, либо мы все дружно пойдем в фотостудию, либо к нам придет, мы по-разному делаем. У нас есть хорошие друзья фотографы и фотошкола. Они притащат с собой большие разные светильники. Вы с ними поиграетесь. Вам расскажут, как они работают. Потому что трехмерный свет – это, собственно, попытка воссоздать реалистичное освещение. Точно такие же огромные софты, зонтики и так далее, и так далее, и так далее. Все это мы делаем, собственно, в 3D. Пытаемся просто повторить реальное освещение. Ну, как-то так. Не удержался. Вставил. Смотри фильм «Гравитация». Ну, те, кто смотрели, там очень забавно они поработали с освещением. То есть фильм практически весь компьютерный. Есть всего несколько кадров там, где… Вот на Земле, да, она приземлилась, когда уже Сандра Балак же, да? Верно. Ну, ее голова как бы настоящая. И там был еще кадр, где она в нижнем белье летает по какому-то космическому кораблю. Все остальное абсолютно трехмерное. И было огромное количество сцен в открытом космосе, там, где вокруг все крутится, камера летает. Но Сандра Балак – дорогой актер, ее так крутить нельзя, она расстроится. Они сделали офигенную штуку. Они построили такой куб с кучей LED-экранов, на который проецировали трехмерное изображение окружения, в котором она должна находиться, чтобы правильно подсвечивать ее лицо, которое впоследствии будет единственной, собственно, реальной деталью в фильме. Там еще был кто-то? Неважно. Она там, собственно, главный герой. И, собственно, вокруг на этом экране крутилось все окружение. Она так стояла на такой платформе, делала вот так. И, собственно, вокруг все вращалось, крутилось и правильно ее подсвечивало, что впоследствии позволило ее аккуратно и хорошо гармонично вставить в трехмерное окружение. Камера внутрь этой штуки залетала. И, собственно, все это снимали. Ну вот, собственно, кусочек из кадра. Ой, тут был прикольный момент. Это она, по-моему, в то ли советской, то ли какой-то еще капсуле, я не помню. Да, и она там инструкцию читала. Вот инструкция настоящая. И чтобы ее там, она ее... Есть кадр, момент, когда она ее отпускает, она такая, типа, улетает, эта инструкция. Вот эту инструкцию был такой чувак, завернутый весь в зеленое, чтобы его можно было на посте потом вырезать. Он так эту инструкцию убрал и уносил. Потом его убрали. Окей. Посветили. Есть анимация, есть модели, все круто. Визуализация. Процесс, собственно, который позволяет нам превратить все это в картинки. Это происходит... Собственно, этим тоже занимаются отдельно обученные люди, как правило. Это все настраивается и выводится картинка не как целостный готовый кадр, а разделенная на составляющие. Отдельно там передний план, средний план, дальний план. Очень часто, практически всегда, эта картинка также расслаивается на еще составляющие. Это отдельно цвет, отдельно отражение, отдельно блики и так далее, и так далее, и так далее. Процесс очень ресурсоемкий. Как правило, на больших проектах используются огромные вычислительные мощности. Это такие рендер-фермы, шкафы, в которых много-много компьютеров. В комнатах, в которых работает много кондиционеров, чтобы все это хорошо остывало. И, собственно, зачем все это расслоение? Просто пересчитывать еще раз, если где-то что-то провтыкали, что-то плохо, довольно дорого. Подобная система потом, при финальной сборке, дает вам отличную гибкость. Вам легко будет что-то поменять, поправить, добавить, либо убрать. Тоже будем учиться это делать. Окей. Post-production. Собственно, непосредственно то, чем сейчас занимаюсь я. Финальная сборка. То есть все эти слои потом назад собираются. Получается красивая картинка, совмещается реальное видео, трехмерная графика. Если нужно, добавляются 2D эффекты и motion графика. Цветокоррекция и вывод финальной картинки. О, это прикольный пульт для цветокоррекции. На самом деле, в чем тебе удобнее? То есть есть вот, например, вот эта штука. Это поставляется, и можно купить Blackmagic DaVinci. Это такой пульт с такими шарами прикольными. Берут человека, сядут за этот пульт. Человека запирают в темной комнате, он там живет. Света белого не видят, как правило, зеленого цвета. Ему в полной темноте, перед большим экраном. У него есть несколько мониторов поменьше. Большой проектор, как правило, и сидит цветокоррек. Выравнивает, наводит красоту. Но, да, она дорогая. Есть дешевые варианты, именно эта очень дорогая. Но, опять-таки, можно делать в DaVinci, а можно ее бесплатно скачать. Можно делать в Fusion, можно делать в Люстре, можно делать в Nuke, можно делать, ладно, в After Effects на худой конец можно даже в премьере покрутить цвета. То есть, зависит от ситуации. Собственно, софт наиболее распространен для композа, сборки, всего этого безобразия. Самый мощный, самый популярный на данный момент, который в 90% фильмов и крупных проектах используется, это Foundry Nuke. Их конкурент Blackmagic Fusion. Есть бесплатная версия, но она чуть-чуть подурезанная. Но зато платная версия намного дешевле, чем платная версия Nuke. В разы дешевле. Поэтому тут тоже надо думать, что вам больше подходит. Безусловно, есть After Effects, который отлично работает с телевидением. В нем очень удобно делать мошен графику, что, например, абсолютно неудобно делать в Nuke. Ну и наоборот, композить в After Effects просто пристрелиться можно. И очень классно делается это в Nuke. То есть, зависит от ситуации, софт выбирается соответственно. И премьер, ну как пример для монтажа. Собственно, вот результат работы композера. Собственно, вот результат работы композера. Продолжение следует... Ну и естественно, там освещение, 3D, активация и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, вот эта крупная команда. Продолжение следует... 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 И играются, наверное, почти все. Кто играет в игры. Неважно какие. Даже на мобильничке, не знаю, в Супер Марио. Подымите руки. Окей. Большинство. 80%. И мы взяли то, что мы любим. И мы построили нашу жизнь. И все, что вы смотрите сейчас, я не могу ждать, чтобы узнать, что это будет в следующем году. Ну, я могу сказать вам сейчас, это будет великолепно. Великолепно к Е-3. every time I play a game, I get to experience the imagination of an artist. And you'll never know where that will save you. in the same street. It's amazing. There's a billion people playing games right now. This is the best time. Так, это трудно быть, а гейма. Я хочу закончить с маленьким вкусом о том, что ваша собственная универсия в инфинити может выглядеть. Я надеюсь, вам понравилось. Этот универс, который мы создали, он так большой. Вот так. Окей, немножко такой вот информации, наверное, не знаю, насколько полезной или не полезной, просто чтобы было интересно. Естественно, что информация весьма приближенная, не точная, но тем не менее. 2013 год, доход 70 с половиной миллиардов, и можем примерно посмотреть в процентном соотношении, да, откуда, с каких видов игр, да, откуда приходят. Казуальные и Social — это всевозможные игры, которые у нас есть, ну, это браузерные игры, да, это ВКонтакт, это Facebook, ну, и так далее. 9% PC, 9% консоли — это Xbox, PlayStation и так далее. 43% — очень много. ММО — всевозможные World of War Thunder, World of Tanks, Warplanes, всякие Warcraft и так далее. 21% мобильные игры — 18%. 2014 год — 81 миллиард. 8% — рост игроков, населения планеты — игроков. Очень-очень-очень много. 2015 год — состояние на, по-моему, это был август, если мне память не изменяет. Апрель? А, апрель, спасибо. Просто по странам поделено, да, где больше людей играет, но, собственно, больше всего у нас играет. Где? Ну да, ну, собственно, Азия. Мечта, наверное, любого разработчика выйти на азиатский рынок. Ну и, собственно, опять-таки, 91 миллиард, и процентное соотношение становится интересней. Personal Screen, собственно, это мобильники, да, и планшеты и так далее. 23% уже гораздо больше. Казуальный, social и MMO игры — 30%. А, таблетки, извините, вот, да. Причем прирост колоссальный, самый большой. Я так понимаю, что скоро все будут играться на телефонах исключительно, да, и на планшетах. Хорошо. Забавный кадр. Игры стали невероятно кинематографичными, интересными, захватывающими. Я не просто так это вставил. Когда я готовил презентацию в 3 часа ночи на этаже раздались ругательства, вопли и крики. Это наш концептер, очень талантливый. Валик, привет. И он сидел в кинотеатре, рубился на PlayStation Ведьмака. То есть я захожу, собственно, Ведьмак больше меня там в полтора размера. И несмотря на то, что было 3 часа ночи, мне нужно было доделать презентацию, я там залип на 2 часа. И просто сидел, смотрел, как он играется. Нереально интересно. Просто вот фантастика. Причем я просто сидел. Я не игрался. Я сидел, смотрел. Такой, давай туда пойдем. Давай туда. А что там будет? То есть игрушки стали такие, ну, киношные, да. И эти жанры очень сильно-сильно смешиваются. Чего еще можно делать с 3D? Да, собственно, все что угодно. На данный момент ни один дом, ни одна квартира, ну, ладно, практически, не строится без предварительной, да, визуализации и так далее. Ни один архитектурный проект не получится спроектировать без 3D. Есть замечательные вещи, станки с ЧПУ, которые позволяют вырезать очень быстро, невероятные просто красоты вещи, которые намного дешевле и быстрее, чем раньше, если бы это все вырезалось руками. Я не мог не удержаться ставить Хорхе Лоренцо. Интерактивная графика, которую мы видим на телевизорах и так далее, опять-таки, да, это компьютерная графика. Исправление ошибок гораздо легче на этапе проектирования. 3D-печать. Кто-нибудь слышал про это? Все, наверное, слышали, да, что можно чего-то печатать из ничего. Магия. Начиная от каких-то велосипедов, кусков, фюзеляжа, там, самолетов, какими-то деталями тех же мотоциклов. Я сейчас не говорю, там, очевидные, да, вещи, элементы интерьера, игрушки, вот то, что на слуху. Научились печатать органы. То есть я где-то читал, что огнестрельное оружие уже кто-то пытался печатать, его ненадолго хватает, но тем не менее хватает. А, дома печатают, да, бетоном. Собственно, в медицине активно используется. Вот кусок черепа парни напечатали, ну или девушки. 3D-интернет, да, все больше и чаще, собственно, интернет уже, да, поддерживает 3D, у нас телефоны поддерживают 3D-игры и так далее. И, собственно, кто знает, откуда этот кадр? Да, с какого фильма год, не помнишь? Ну да, вот так народ представлял, что будет виртуальная реальность, надо чувака засунуть в такую штуку, в костюм. Но, на самом деле, оно, как бы, границы уже стерты, и трехмерная графика, и компьютерная графика везде, повсюду среди нас. Наверное, все мечтали, как Тони Старка. Помните, у него офигенная такая была лаборатория, там, где он игрался со всеми эти голограммами, проектировал какие-то штуки. Ему там робот Джарвис, да, помогал. Смешная, немножко туповатая штука, но прикольная. Собственно, есть уже прототипы HoloLens, которые пытаются это делать уже прямо сейчас. Как бы, вот, Суни Старком. Это уже есть. Через пять лет это станет повсеместно, так же, как у Телефа. Но что, если бы мы могли идти дальше? Что бы мы могли идти дальше? Что бы мы могли идти дальше, где твой дигитальный мир взглянулся с твоим реальным миром? Сейчас мы можем. Это мир с холограммами. Что они позволят нам сделать? Что бы мы могли сделать? Что бы мы могли сделать? Я просто поставил имиджи в один дров. Перфект. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все что угодно Работы валом делать ее только некому Но тут как бы тоже не так все сладко Это был приятный такой пирожочек, да, кексик? И, собственно, ложка дегтя Нужно колбасить Сильно, много, усердно Волшебства не бывает, к сожалению За три секунды не получится этому научиться Это профессия, вы должны определиться, что Да, я хочу, мне нравится Я хочу с этим свою жизнь связать и этим заниматься Либо вообще не тратить на это время Потому что если там приходить раз в недельку Что-то слушать, потом уходить Понятно, магии не случится, вы ничему не научитесь Нужно погрузиться в это Нужно полюбить кино, не знаю Полюбить мультики, там, игры, да, в зависимости Ну, кто на что гораст Кому что нравится А, там, архитектуру, не знаю 3D принтер Окей И тогда все будет отлично В противном случае не будет Можете даже не тратить на это время Это бесполезно И время потратите и деньги Ну, я надеюсь, среди вас Здесь собравшихся в такое время В четверг вечером Уже почти пятница Заинтересованные люди есть И дальше все упирается только в вас Что ж, собственно, на этом все Спасибо за внимание Да, конечно, если есть вопросы Я их с удовольствием выслушаю Давай я тебе в коридоре отвечу на вопросы Хорошо На другую тему, есть вопросы Да Да, значит, ребят, смотрите Я сейчас в процессе рассказал много тем И, в принципе, все, что я рассказал У нас есть на курсе Но некоторые вещи вынесены в отдельные блоки Если бы мы все это впихнули в один курс Он бы длился лет, наверное, несколько точно Тот же ZBrush Инструментарий, совершенно верно Да, вы базово научитесь пользоваться инструментами Именно поэтому он так называется Вы научитесь лепить Снимать текстуры Ставить цвет Перегонять это все в пакет Другой любой Maya, Max и так далее Но если вы хотите Серьезно заняться именно скауптингом Это вот вы попробовали Да, мое, хочу, мне нравится Я хочу делать персонажей Никем себя больше не вижу Есть смысл дальше развивать эту тему Либо самостоятельно Либо, опять-таки, у нас есть более продвинутый курс Тоже касается анимации, спецэффектов Концепт дизайна и так далее Для тех, вот вы попробовали Такие, а, офигеть, офигеть Вообще нереально круто Хочу Пожалуйста Никаких проблем Но, тем не менее Практически все темы Некоторые очень серьезно Тоже моделирование Рендер Мы затрагиваем очень глубоко И тщательно Анимацию тоже Некоторые темы Ну, по-другому не получается Просто смотрим, как оно Вы пробуйте Ага, да Хочу, не хочу И дальше уже Сами разбираетесь На данном или нет Прекрасно Ну да Основные инструменты Без которых Вообще не получится работать Да, естественно Ну, я думаю Дима может подробнее ответить Ну, он кивает Кивает Видимо, я правильно ответил Хорошо Еще вопросы? Окей, ну что Хорошо, тогда Не смею вас больше задерживать Надеюсь, увидимся в понедельник И пока-пока До новых встреч Подходи Онлайн Ну, мы еще, собственно, здесь Никуда не уходим Буквально Три минуты Перерывчик И я буду Либо я, либо Святослав Отвечать на ваши вопросы Буквально Даже две минуты Перерывчик Пайплайн Пайплайн это Ну Типа Алгоритм производственный Трю-трю-трю Да Ну вот Схемку я Типа рисовал Да Идея И вот Это пайплайн То есть Ну это в общем Дальше там Пайплайн Пайплайн там ВFX Или визуализацию У нас, допустим Сейчас в нашей команде Мы там Не знаю Моделят Тех, кто в чем хочет Вообще пофиг Анимация Как правило В Maya Есть один аниматор В Max Работает Ну Как-то научились С этим жить Весь Шейдинг Лайтинг ВFX Рендер Гудинь Арнольд Вот Это вот Как бы Пайплайн наш Мы вот так Работаем На данный момент То есть Motion Graphic Там собирают Опять-таки Ребята Синема 4D Работают Да Там Собирают Это в автор эффекте Там Композ Полностью Сиджичный Делается Там В нюке Ну и так далее Вот это все Пайплайн То есть Процесс Производства Как-то так Да Пока До понедельника Пока Да Кстати У нас же неделя Обучения бесплатная Я забыл сказать Ну я думаю Святослав говорил Да Хорошо Да Пожалуйста Пока Пока Так Друзья Я все-таки На 2 секунды Отлучусь И сейчас Вернусь К онлайн Доотвечаю На вопросы На ваши Перекур 3 минуты Раз-два 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 Так Вопросы Уже конец Да Уже конец Будет ли затрагиваться Автодеск Сингрей. Будет ли отдельный курс как с Юнити? Вообще, это годная вещь. А Александр, я понятия не имею, что это такое даже, если честно. И нет, не будет затрагиваться. Можете мне рассказать, что это такое. Сингрей. Я не знаю, что это. А ДЗ будете давать с пятницы? Нет, с понедельника будем давать ДЗ. Виктор, здравствуйте. В блоке анимации мы будем изучать только персонажное движение. Меня очень интересуют спецэффекты. Марина, будет небольшой блок по VFX в мае. Там флиды, партиклодинамика, симуляция тканей, работа с мышцами, это обязательно. Отдельный курс... Вообще, совсем спецэффекты-спецэффекты? Это отдельная штука и, собственно, будет отдельным курсом. Ну, если вы совсем хотите в это погрузиться. Substance Painter будем рассматривать. Дмитрий, да. Ну, так, вкратце, бегло, но этого будет достаточно. Дальше, чтобы вы сами разобрались на том этапе, когда мы уже его будем рассматривать. У вас уже не будет возникать проблем с обучением нового софта. Оно поначалу кажется сложно и тяжко, но дальше вы поймете, что, на самом деле, неважно. Maya, Max, принципы везде абсолютно одинаковые. Геометрия состоит из точек, из полигонов и так далее. Крутилки в других местах находятся, может быть, чуть по-другому называются. Принципы абсолютно такие же. И дальше разобраться в чем-то похожем никаких проблем вообще не составляет. Скажите, пожалуйста, а что изучается в концепт-арте? В концепт-арте Анна. Начиная от как придумать персонажа, да, подходы, принципы и так далее. Собственно, концептеры рассказывают, как они работают, как они ищут и так далее. Отдельный курс по спецэффектам, как называется, VFX, Леонид. Завтра лекции, я так понимаю, не будет. Андрей, нет, лекция у нас будет в понедельник. Собственно, первую неделю я с вами. Потом продолжит Аня, Светослав там должен был говорить. А я к вам подключусь на развертках и дальше визуализация, текстуры и так далее. Новый движок, автодеск на базе движка... А, да-да-да, слышал. Ну, нет, пока рассматривать не будем. У нас отдельный курс по Юнити, собственно, там есть. Ну, опять-таки, я понял. Ну, может быть, в будущем появится, если движок хорошо себе покажет. Надо же какие-то, ну, штуки, да, применяемые использовать и учить. Смогу ли я по окончанию курса качественно представить дым, газ, воду и их движение при помощи каких-то частиц, как в Максе? Марина, если захотите, сможете. Я еще раз говорю, подобные вопросы смогу ли я в конце курса? Георетически, да, сможете. Практически, я не могу вам это сказать, потому что это зависит лично только от вас. Моя задача вас пнуть в нужном направлении, а дальше, как бы, вы будете учиться, будете работать или не будете, это лично ваш выбор. И все. То есть, есть ребята, которые там через 2-3 месяца уже работают и педалят что-то. А есть ребята после конца курса сделать ничего не могут. Еще раз, это очень индивидуально. То есть, завтра ничего не будет и следующая лекция в среду или все же в понедельник. Евгений, в понедельник, следующая лекция в понедельник. Сегодня четверг? Да, в понедельник. В 16.30. Каким образом происходит догон по курсу, если придется отсутствовать в течение 2 недель? Николай, очень просто. Каждая лекция записывается. На следующий день после лекции она выкладывается в доступ для студентов. Вам будет приходить email об этом. И вы можете смотреть эту лекцию в записи. Также будут предоставлены все материалы по практическим занятиям. Вам будут помогать преподаватели поддержки онлайн. И, собственно, будут вам помогать догнать. Абсолютно нормальный процесс. Бывают форс-мажорные ситуации. Бывают лекции иногда немножко переносятся. Сдвигается наш график. Опять-таки, форс-мажоры не исключение. Бывают завалы у меня, например, на работе. Может быть, какой-то сверхсрочный проект. Я просто физически не могу прийти. То есть, ничего никуда не пропадает. Может просто подвинуться, сдвинуться. Точно так же вы можете пропустить. А потом догнать. Все мы люди. У нас все очень демократично. Гудини не будем учить. Оля. Оля. Извините, если я неправильно имя прочитал. Отдельный курс по Гудини планируется. Пока его нет. Но я надеюсь, в очень скором времени появится. Во сколько будут выкладывать запись? Как правило, если все в порядке. Там интернет никуда не делался. Но обычно все в порядке. На следующий день после лекции в районе утро-обед. Иногда даже в тот же день выкладывается. Бывает иногда форс-мажоры. Падает что-нибудь в сервер или что-то еще. Обрывается запись. Она у нас пишется сразу в двух источниках. Ее просто потом нужно тратить время, чтобы смонтировать все это. Тогда может чуть-чуть позже. Но, как правило, все просто на следующий день. Как будут происходить занятия по расширенным блокам? В смысле, отдельные курсы? Или вот наш, о котором мы сейчас говорим? Ну, собственно, понедельник, среда, пятница, лекции. Пятница, как правило, лекция такая в формате почти диалога. То есть много вопросов накапливается за неделю. Я на них отвечаю, что-то показываю, рассказываю. Какие-то реальные премьеры с реальных проектов. Ну, такая вот. Вторник, четверг у вас практически занятия. С вами с 12 дня, по-моему, до 7 или до 9 вечера. Я сейчас точно не скажу. Что значит именно? Почему такой промежуток времени? В этот момент времени в онлайне постоянно есть люди, которые готовы вам помогать. С помощью там скайпа, всяких тим-вьюеров и подобных вещей. Вы задаете вопросы, они вам отвечают и так далее. Это не значит, что вы не можете делать в любое другое время, которое для вас удобнее. Просто именно в этот промежуток времени по-любому есть люди, которые всегда вам помогут и ответят. Если вы делаете это в другое время, вам придется подождать, собственно, до вторника, либо до четверга. Либо задать мне вопрос на лекции. Я каждую лекцию начинаю с того, что отвечаю на вопросы. Занимает это часопол, как правило. Как показывает практика, это хороший опыт, который многое проясняет. Насколько важно умение рисовать от руки? Зависит от того, чем вы хотите дальше заниматься. Вот я, например, от руки очень плохо рисую. Мне это не мешает. Если вы хотите стать художником-концептером, важно. Если вы хотите стать моделлером, научитесь, не переживайте рисовать. Было бы желание. Но, опять-таки, не мега критично. Если вы хотите делать анимацию, желательно, но не принципиально, не критично. Если вы хотите стать VFX-ером, вообще не нужно. Сколько раз в году происходит набор на курсы? Два раза в год, Николай. Я просто не технарь. Ничего страшного. А можно твой скайп, Андрей? Давайте в понедельник. Со скайпом. Я оставлю контакты свои, обязательно, не переживайте. Спасибо, пожалуйста. Хорошо. И телефон оставлю, и скайп оставлю. Я так понял, дополнительные курсы будут идти вместе с основными. Ну, не совсем. Там могут быть накладки, но... Леонид, не переживайте. Все решаемо абсолютно. А не много инфы? Много. Я предупреждаю сразу, инфы много. Расширение сознания. Но, опять-таки, я не говорю, что легко будет. Мы начнем, естественно, с простых базовых вещей. С очень простых. Поначалу они могут казаться сложными. Но когда мы доберетесь до визуализации, я вам могу потом ради прикола напомнить какие-то базовые моменты. Вам будет смешно, как вы не могли в этом разобраться и так далее. Собственно, как в любом обучении, от простого к сложному. Я про инфу имел в виду основу с дополнительным... А, да, будет много. Но, опять-таки, все очень ситуативно. Понимаете? Ну, допустим, вы добрались до ZBrush, до рендера. Вы понимаете, блин, вот это мое. Хочу этим заниматься. Там можно совмещать при желании, без проблем. Тем более, они у нас не... Эти курсы не проходят как бы одноразово. То есть, не попали сейчас, можно спокойно пройти этот курс. Но чуть позже, когда будет еще один набор, это не проблема. Для игр что посоветуете взять дополнительно? Тут зависит от того, что именно для игр. Это же тоже понятие весьма-весьма растяжимое, да? Можно быть аниматором, можно быть каким-то гейм-дизайнером, левел-дизайнером, можно быть фиксером, можно быть программистом, текстуровщиком, байтером, да? Либо там, вот если вы гейм-дизайнер, да, ну, неплохо бы понимание и знание игровых движков, да, либо конкретного движка, с которым работает студия, в которую вы, например, хотите попасть. Из популярных движков их, на самом деле, не так много. То есть, у нас есть там Unity, из последних таких хороших, да? У нас есть, безусловно, Unreal, просто офигенский. Есть CryEngine, ну и так далее. Ну, их действительно не так уж и много. Каким путем обучаться, чтобы как можно быстрее начать зарабатывать на изученном, Александр? Каким путем заниматься? Делать больше, чем вам дают на лекциях, самостоятельно искать информацию, смотреть видеоуроки и так далее. Где все это безобразие находить, я вам потом расскажу, не переживайте. Будет толк тогда. Ну, я так понимаю, вопросы закончились. Если я чей-то вопрос случайно пропустил, просто продублируйте его. Я вижу ваши вопросы в виде такой вот новостной ленты, можно сказать. Потоком одним я мог что-то упустить, поэтому можете его просто повторить. Как много студентов с прошлого потока нашли работу в индустрии, Дмитрий? Прошлый поток еще не закончился, не учится. Так что пока немного. Если не хватает... Я точно сказать вам цифру не могу, но весь ребят уже работает. Если не хватает денег, то можно пройти один-два этапа обучения, потом продолжить в следующем наборе на курс Виктор. Ну, этот вопрос немного не ко мне, я не вникаю в финансовые вопросы. Я только лектор, преподаватель, не знаю, мотиватор. Но у нас всегда все было крайне демократично, поэтому вообще не вижу в этом проблем и больше чем уверен, что можно. Для рисования эскизов нужен ли дополнительный планшет графический? Владимир, если вы собираетесь скалптить активно и рисовать, да, планшет нужен. Без него у вас ничего не выйдет. Если не собираетесь, нет, не нужен. Но опять-таки планшеты разные бывают, да? То есть это может быть какая-то любительская версия типа Intuos, либо что-то серьезное типа Intuos Pro того же вакуума, который несколько дороже и интереснее. Много ли математики потребуется, Ирина? Нет, на курсе немного. Я бы сказал совсем немного, но если вы там собираетесь серьезно заняться VFX, потребуется. Математика вообще великая штука. Как получить сертификат Autodesk по окончанию курса Marina? Выполнить дипломный проект. Слав рассказывал про дипломный проект. Ну, собственно, это нужно сделать рил, портфолио. Это может быть ролик анимационный, это может быть демонстрация ваших моделей. Это должно быть шоу рил. Небольшой видеоролик, минута-полторы, демонстрирующий ваши возможности в той или иной области. Если вы аниматор, это анимация, да? Если вы моделер, то это модельки какие-то. Ну, если вы моделер, то это не только модельки, это модельки текстуры, света, рендер. Вот. Ну, как-то так. И показать его нам, мы скажем, молодец, и вы получите сертификат. Вот так. Собственно, почему это как бы не строгость и не наша какой-то там забаганка. Просто Autodesk не выдаст без портфолио сертификат. Ну что ж, друзья, я так понимаю, что вопросы закончились. На этой ноте я с вами прощаюсь до понедельника. Если какие-то вопросы остались, я без проблем буду отвечать на них всю следующую неделю. Как показывает практика... Были ли такие, кто уходил с курса? Ну, несколько человек было, но опять-таки разные обстоятельства бывают. У нас девочка в прошлом году, а в этом году просто переехала в другой город, доучивалась, там онлайн досматривала, кого-то там в армию забрали. Кому-то просто не нравится, и он такой, мне не хочу, и уходит. Кому-то могут быть финансовые затруднения, да. Кто-то понимает, что, в принципе, оно ему нафиг не надо, да. Это немного не то, чем он хотел заниматься. Именно поэтому у нас первая неделя бесплатная, чтобы вы могли попробовать, пощупать, понять, подходит ли вам формат, нужно ли это вам вообще, и так далее. Вот. Виктория. Окей, друзья. Всю первую неделю я с вами отвечаю на все-все ваши вопросы, как показывают опыт и практика. Я обычно после лекции остаюсь еще на полтора часа и отвечаю на вопросы. Первые недели две точно. Дальше как-то уже полегче с этим делом, но поначалу очень их много. Я никогда никому не отказываюсь, сижу тут до последнего, отвечаю, рассказываю, показываю, обсуждаю и так далее. Поэтому сейчас я с вами прощаюсь до понедельника. Пока-пока. Спасибо за внимание. Увидимся, услышимся и прочитаемся. Всех был рад видеть, слышать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok